Ну что, Саш, у нас путешествие продолжается и заканчивается одновременно. Да, и все ближе и ближе финишная точка России. Скажи, как бы ты чувствовал, что прекрасная Россия все ближе и ближе? Кстати, смотри, этот вопрос уже где-то звучал на фоне Новой Зеландии, по-моему. А вот я тогда в Новой Зеландии сказал, что ты меня спросил, чувствуешь ли ты, что скоро будет уже Россия и уже приближается там конец путешествия. Я сказал, нет, вот не хватало еще Австралии. Вот, кстати, после Австралии действительно произошло нечто такое, ощущение, что ну вот все, то есть это уже финишная прямая. И если там еще в Новой Зеландии у меня было впереди Австралии, казалось, еще столько времени, еще столько всего будет, то после Австралии произошел какой-то такой момент, что, ну, собственно, все, путешествие уже закончилось. Хотя после этого было еще несколько стран, но ощущение было такое уже все. Прощание такого, завершение. И оно нарастало, это ощущение по мере продвижения к Индонезии, к Таиланду? Ну, может быть, нарастало. Ну, сам факт уже того, что все это окончание, мне кажется, куда еще больше нарастало. Хотелось попасть поскорее домой, не хотелось. Так, интересный вопрос. Я долго его придумал. Долго его придумал. Хотелось, не хотелось. Ты знаешь, как-то ровно, мне кажется, было. Я не спешил попасть в Россию, но при этом я и не тормозил, и не говорил такого, ой, не-не-не, не хочу возвращаться. Ну, действительно, ровно было. То есть, вот как оно идет, так идет. Состояние вот это, которое было изначально задано, а некого доверия, открытости миру, оно, получается, продолжалось. А мелькала ли в ходе этого путешествия мысль, что, во, настолько хорошо, что здесь бы просто остался и никуда дальше ехать? Знаешь, периодически возникали такие моменты, но они были именно вот моментами. То есть, это был краткий очень отрезок времени. Вот сразу вспомнилось, знаешь, как путь Сантьяго. То есть, ого-го еще где-то там. В Испании в самом начале пути еще не было никакой экзотики, ни Америки, ни Австралии, ни Новой Зеландии. Я помню, сижу, знаешь, причем это уже было где-то ближе к окончанию пути Сантьяго. И я помню, полдень, жара такая, и ветерок листву уже начал носить, ну, то есть, ощущение осени, там, конец сентября. И я сижу, он сделал привал, то есть, скинул рюкзак, сел под дерево, прислонился спиной. И вдруг, знаешь, я такое испытал состояние, думаю, вот, и никуда идти не надо. Вот прям прозвучала вот эта именно формулировка. Вот все классно, вот настолько все, знаешь, просто вот идеально. И никуда идти не надо. Ну, и вот таких состояний, там, сейчас вот, не буду я там персонально вспоминать прям по местам, по точкам на карте, но они были вот такие, раз, и на какой-то короткий миг я понимал, что все, собственно, жизнь удалась, да, остановись в мгновение, ты прекрасна. Угу, хорошо. Ну, сейчас у нас следующее прекрасное мгновение, которое начинается с какой стороны и в какой стране заканчивается, покажешь. Ну, мы движемся дальше по юга Восточной Азии, мы движемся сейчас от Сингапура, видишь, да? Вот он, да. Видел? Дальше у нас пошла выше Малайзия, вот Куала-Лумпур, ее столица. Угу. Дальше поехали в Таиланд, вот Бангкок, и дальше по Таиланду вот сюда, на север. То есть, вот этот отрезок пути. Сейчас я... Так, вот такой большой, да. То есть, у нас получается три страны. Сингапур маленькая такая, Малайзия. Можно сказать, как бы на закуску, на десерт было такое, завершающий аккорд, после этого уже в Россию. Ну, у нас еще же есть Таиланд. Да, ну это отдельный, отдельный десерт, третьи перемены были. Ну, ладно, хорошо. Ну что, поехали. По Юно-Восточной Азии, дальше, 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 дальше. Опять встреча с таможенником? Или контрабандой на берегу как-то ночью оказался? Слушай, не, как-то таможня спокойно прошла. Нет, я на самом деле в Сингапур прибыл очень комфортно, спокойно. И вот даже, знаешь, вот ты сейчас клал с таможником, я думаю, подожди, а как же я проходил? А, ну да, там что-то печать какую-то ставили в паспорт. Нет, я прибыл в Сингапур с немцем Пау, Пау, Пау. Мы с ним познакомились, собственно говоря, в Индонезии. И вот, ну в общем, я не знаю, как это происходит, как вселенная решала и почему человек решал взять мне билет или меня там накормить или еще что-то сделать. Вот, вот, я его так вот... В нужное время нужные люди оказывались на немцем. Да, в нужное время нужные люди, да, то есть человек из Германии по национальности немец оказался в Индонезии для того, чтобы доехать со мной и довести меня до Сингапура и потом еще дальше до Квалу. Великая и обширная русская резидентура. Не бросить своего товарища. Велся наружный человек. А единственный минус моего немца, да, я ему все время говорил, значит, я русский, ты немец. Он задал этот тон, да, он называл меня не по имени, а как-то он так, знаешь, типа, говорил о Руси, о Руси, о России. Ну, в общем, короче, русский, я ему говорю, ладно, ты немец. Вот, значит, у него был один минус только. Он постоянно всем был недоволен. То есть, вот он, знаешь, у нас же вот казалось, ну, просто вот все идеально. И человек обязательно находил какой-то минус. И он постоянно вот ходил, и бун, делал, и бун, делал, и бун, делал. Ну, в общем, прилетели мы в Сингапур. И он начал, вышли, находимся, значит, в аэропорту, и он мне начинает говорить, что ему не понравился самолет, ему не понравилась авиакомпания. Хотя, понимаешь, ну, я вообще не понимаю, что. В общем, как-то не так карамили, не так летели, не по тем дорогам. Не мягко приземлились. Да, ну, в общем, все так грустно, и все вообще, и как-то вот все это долго было. Ну, и я ему говорю, давай говорю, вот сейчас мы из Сингапура, чтобы вот этот драйв получил, поехали, типа, это, хичхайкинг автостопом, поехали автостопом. Он посмотрел на меня такими глазами, знаешь. Чтобы совсем будешь, неплохо стало. Я подумал, если мы сейчас поедем автостопом, это, знаешь, вообще просто будет одно сплошное несчастье в его жизни. Ну, вот, и поэтому, значит, он мне говорит, нет, у меня другие планы. Ну, в общем, он взял машину, мы посмотрели Сингапур, и потом двинулись к Куала-Лумпуру. То есть, вот я с ним, получается, путешествовал по Сингапуру, и потом мы доехали с ним до Куала-Лумпуру. Очень комфортно, с моей точки зрения, и с его точки зрения не очень, он постоянно, потому что жаловался. Ну, собственно говоря, вот это у нас Сингапур, центр Сингапура. То есть, вы с города начали? Да. Я на фоне небоскребов присел, чтобы они не казались такими. Вот, ты знаешь, что я знал о Сингапуре до того, как я туда попал? Я знал давний рассказ, ну, в общем, вот этот центр, сейчас следующую фотку включаю. Я до того слышал, значит, от одного парня, который там был, в Сингапуре, рассказ о том, что там, в Сингапур, он говорил, надо обязательно съездить для того, чтобы посмотреть. Там, знаешь, есть такая гостиница, а сверху там лодка стоит, и ты вот в этой лодке можешь жить. Ну, в общем, знаешь, вот как он мне объяснил, я представил, что стоит здание, два здания, между двумя зданиями на цепях закреплена такая лодка, качающаяся, да, он говорил, что она качающаяся такая лодка, и в ней еще люди там сидят, отдыхают, кофе пьют и купаются. Вот у меня это было в образе. И вот я попадаю в Сингапур, и я помню вот эту вещь, и думаю, надо обязательно эту лодку посмотреть. Так вот, лодка оказалась, это вот, вот это вот уникальное здание, то есть это три здания стоит, а сверху, видишь, в виде такой лодки сделано это, то есть это не на цепях, как вот я представляю, и как мне говорили, да, там здание и между, понимаешь, как-то, между зданиями такая лодка качающаяся, но вот она оказалась не качающаяся, да. Сейчас, там, по-моему, где-то дальше должно быть это самое. Ну, ты залез на эту лодку? Нет. Там, надо в этой гостинице, по-моему, было проживать, или я, ну, не знаю, в общем, короче, мы почему-то туда не это самое, не поднимались. Не было задачи такой. Ну, как красивее. Так, это вот, просто вечер, подожди, я хочу там есть где-то, это прям, вот лодку вот видно. То есть, понимаешь, для меня Сингапур ассоциировался вот с этой лодкой, для меня была одна цель, посмотреть в Сингапуре лодку, которая висит... На цепях. На цепях, знаешь, как этот кот ученый все бродит по цепи кругом. Вот у меня лодка, вот, вот это здание, вот лучше видно, видишь? Ну, правда, похоже, значит, как будто бы лодка. Там вот, видишь, где точки, это пальмы, там же бассейн. Когда, говорит, в этом бассейне сидишь, то, получается, ты видишь сразу, как бы, небо. Так, сейчас вот следующее, по-моему, там... Значит, в бассейне ты там не посидел. Нет, вот, видишь, то есть пальмы, там бассейн, смотровая площадка. Хорошо. То есть, это просто, никаких цепей нет на здании просто вот так, что... Это просто крыша, крыша на самом деле. Ну, типа такого, да. Ну, в общем, увидеть Сингапур с его лодкой, да, я посмотрел с этой лодкой, мы погуляли по Сингапуру, там походили. Ну, знаешь, там, получается, да, такое государство, как в размерах города. То есть, там, сходили там в один парк, где здания такие в виде, как деревьев таких. Потом сходили там в какой-то парк, где вот это колесо обзора такое большое. Погуляли по каким-то там центральным улочкам, какие-то там старые здания. Ну, хотя, они не такие уж старые. Вот эту лодку посмотрели. Ну, знаешь, вот как-то вот... Чисто, аккуратненько всё. Ну, в общем, да, знаешь, вот... Такое ощущение, что пришёл в ресторан такой вот презентабельный, посидел, да. Там, чайку попил и пошёл. То есть, ну, короткое такое, некое восприятие. Да? Ну, да, красиво, да, комфортно. Ну, и всё, и дальше пошёл. Вот у меня была вот такая именно встреча от Сингапура. Пришёл, чашечку чай выпил и двинулся дальше. Вот. То есть, да, и мы из Сингапура поехали. В Сингапуре ничего, ничего такого, в общем, понимаешь, больше и не происходило удивительного. Тем более, там, на машине ты всё время ехал, на пешком шёл. Да, да, да. То есть, как-то вот оно так, тын-тын-тын-тын. Видишь, вот смотри, про комфорт можно на эту тему порассуждать. С одной стороны, да, люди говорят, но... Да, классно может быть путешествовать автостопом, да, классно может быть путешествовать, когда ты не знаешь, что произойдёт через какое-то время. Это драйв, да, это кураж какой-то. Но при этом комфорт всё-таки это лучше и хорошо. Так вот, видишь, когда есть комфорт, да, получается, теряется вот этот вот некий драйв и кураж. Да, когда ты получаешь драйв и кураж, ну, нет комфорта. И тогда ты выбираешь, что тебе ближе. Может быть, можно найти какой-нибудь срединный путь. И то, и то, и то, и то. Вот у нас смотрят, делайте фирму, которая комфорт делает и драйв и кураж одновременно. Да, целостность, некую такую целостность, да. Так, смотрим, что там у нас дальше. В этом случае путь Сантьяго некий такой компромисс. Комфортные гостиницы можно выбрать, и в то же время ты можешь идти пешком, и вот тебе драйв-кураж. Интересно. Но при этом, понимаешь, как, даже когда ты идешь по пути Сантьяго без гостиниц, вроде бы без комфорта, ты все равно некий драйв немножко теряешь. Почему? Потому что весь путь уже промерен и размерен. Ты знаешь точку, в которую ты все равно придешь. Да, знание точки, в которую ты придешь, снимает вкус путешествия. Ну, в общем, да. И, слушай, вот что, просто подумал, по поводу уроков, да, какие вот там происходят, умные мысли, даже какие ты скажешь. Угу. Молодец. По поводу того, что, понимаешь, вот этот немец хотя бы, да, был. Получается, для меня это была очень хорошая проработка в плане принятия человека таким, каким он есть. Потому что при моем, да, вот у нас был там стакан, в стакане было по стакану там чая, скажем, да, он постоянно смотрел и говорил, о-о-о, чего полстакана. А я смотрел, да, классно, целый полстакана. И мы были очень на контрасте. И можно было по поводу этого, да, напрягаться там, заводиться там, не знаю, в ухо заехать кому-нибудь. Можно было загордиться, что я такой, типа, все принимаю, а он такой вот задрожительный. Ну, может быть. Ну, видишь, я даже сейчас этот вот вывод, получается, делаю в тот момент, ну, получается, просто шло опять вот из состояния. Открытие доверия и принятие. Ну, да, здорово. Ну, вот есть такой человек, вот, видишь, не все такие, как я. Ну, хорошо, значит. А он тебе сам предложил на машине поехать? Да, ну, я же ему предложил автостопом, он говорит, нет, мы поедем на машине, он сказал. Я говорю, хорошо, поедем на машине. Он даже не сказал, ты можете поехать автостопом, он так однозначно сказал, нет, мы поедем на машине. Поехали на машине. Естественно. Ну, да, ну все, вот, добро пожаловать. А для него-то какой-то интересный опыт был. Он ехал с тобой, думал, блин, как человек может быть всем доволен-то? Он всегда задавался вопросом, как? Как ты весь мир уже обошел? Без денег. У меня это в голову не укладывалось. Да, с фантастишкой, да. Так, прибыли мы в Малайзию и прибыли мы в Куала-Лампур. Это деньги малазийские. Это самая маленькая монетка, да, один рентгит. Один рентген. А это малазийский, подожди, какой курс-то там был. Там, по-моему, нолик надо было добавлять. То есть один рентгит, это, наверное, 10 наших рублей примерно. Вот так вот. Да, если 10, то 100. Денежки такие. Причем, знаешь, деньги такие интересные. Я вот помню, когда первый раз, ну, этот, обменял на границе. И он мне так дает, а я трогаю. А они какие-то, знаешь, не бумажные, а пластиковые такие, да. И они это, если вот намочить, они не намокают. Ты столько денег перепробовал в своих руках. Были какие-то бумажки, которые больше нравились? Вы вызывали большее принятие? Принятие? Какая-то разница в этих деньгах? То есть, смотрю, ты часто их фотографируешь, кладешь? Ну, я фотографирую, потому что потом знаю, надо будет там что-нибудь спрашивать. Буду, раз вот покажешь. Вот они вот такие. Ты знаешь, я помню где-то в Австралии, по-моему, я вообще там целое видео делал про австралийские деньги, сравнивал их там с новозеландскими. Потому что в Новой Зеландии и в Австралии на монетах, на стороне орла одинаковая картинка. Там королева Елизавета, по-моему. А с другой стороны переворачиваешь, хоп, а там новозеландская копеечка, хоп, а там австралийская копеечка. И там, по-моему, кстати, в Австралии тоже они, по-моему, такие, как пластиковые немножко, красные такие. Не появилось такое ощущение, что каждая страна придумывает свои бумажки и отношение к деньгам вообще к некому искусственному чему-то? Нет, смотри, на самом деле, когда ты начинаешь видеть, ну, когда вот ты видишь в своей стране одну и ту же там денюжку, да, может возникнуть некое состояние отношения, придание важности, да, этой вот бумажки, потом, ну, никогда зацепленность за эту бумажку. А когда ты идешь из страны в страну, бумажки начинают меняться, ты понимаешь, оказывается, не все вот зацеплено только вот на этом рубле, да, вот еще есть это, 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 то важность уходит. Так, это у нас Куала-Лумпур, то есть столица Малайзии, добрались мы до Куала-Лумпура. Загадочное название. Так, мое впечатление, слушай, от Куала-Лумпура. Тебя немец высадил на дороге? Ну, почти что, да, потому что он ехал не в, ну, не совсем в Куала-Лумпур, потому что по Куала-Лумпуру я путешествовал уже сам один. Он ехал чуть, ну, в общем, либо западнее, либо восточнее, он ехал там под Куала-Лумпур куда-то, у него там какие-то там знакомые жили, все. И, с одной стороны, как бы он мне предлагал поехать с ним, я сказал, нет, все, хватит ездить на машинах, я хочу посмотреть Куала-Лумпур, и потом уже буду двигаться, ну, как получится. Поэтому он высадил меня, на самом деле, на окраине Куала-Лумпура, и он высадил меня у пещеры вот этой вот Бату, там сейчас дальше будут фотографии, где стоит высокая такая статуя, я даже не знаю, сколько там она метров, вот этот вот Бату стоит, бог Шиваида. И высокая-высокая такая гора, лестница такая бесконечная в пещеру подниматься. Туда обычно там туристов привозят. Вот он меня там высадил и говорит, вот сходи здесь, интересно, посмотришь, а потом отсюда там уже в центр сам добираться будешь. И все, он меня высадил на окраине, не заезжая в город, поехал там по оконечности, по какой-то. С немцем-то поговорил про счастье, он тебе что-нибудь сказал в его понимании, что такое счастье? Ты знаешь, как-то нет. До счастья он не добрались. Нет, я спрашивал его про счастье, но он уходил от этого вопроса, он задумывался, он говорил, что это очень сложный философский вопрос. Понятно. А он пишет тебе ВКонтакте, как-то, жив там, не жив? Ты знаешь, у него нет ни в каком ВКонтакте, его нет в Фейсбуке, он взял у меня имейл, но он мне так не написал ничего. Ну вот, это тоже, это в центре города, такое вот необычное, да, пляжечка получается, с такими, ну вот как-то необычное такое фоно. Ты можешь загорать, наверное, такой пляжик получается. Только ты сначала туда попади, видишь, как все загорожено. Это ты с моста, наверное, снимал? Да, здесь переход, мост был. В общем, я сначала долго ходил пешком по Куала-Лумпуру, я дошел до вот этих вот башен Петранас, погулял там по парку, где там фонтанчики. Потом дошел до этой башни, которая вот похожа на Останкинскую башню, просто походил по разным улочкам Куала-Лумпура. Потом там, вот знаешь, когда было около этих башен Петранас, там произошла интересная история. Я стою, значит, в парке, вдруг навстречу мне бежит такой, ну на индуса похож, чисто внешний мужчина, и такой, типа, стой, 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 так улыбается. И протягивает, ну и вот так вот бежит, вот так вот этот телефон. Я подумал, что он хочет, чтобы я его сфотографировал. Я руку-то раз к телефону, а он так раз от меня, и опять ко мне, главное, бежит. Я ничего понять не могу, а потом выяснилось. Короче, он из Бангладеша, там чуть ли не впервые увидел, там, бледно лиц его. И он решил со мной сфотографироваться. И вот он встал, значит, со мной, и вот, значит, это, сфотографировался. То есть для кого-то ты был большой новостью. Это вот тоже в центре. Видишь сочетание такое вот этих современных зданий. И это вот. Красиво. Старая такая, это ссана. Своёобразно так. Ну вот эта башня Петранас, это, в общем, как бы лицо Хуала-Лумпура. На всех там открытках туристических она обычно расположена. Не поднимался на лифтах? Там травая площадка, нет отсюда, там, чего-то куда-то там можно посмотреть. Но, знаешь, впечатление, в смысле, ощущение очень интересное. Когда ты находишься под ними, поднимаешь голову и такое ещё небо. Ну, знаешь, такое вот ощущение чего-то такого мощного. И тоже история смешная произошла, значит. Вот на этой лавочке я, вот здесь, вот это основание, вот Петранаса пошли. Я сидел на лавочке, смотрел, смотрел, а потом думаю, а дай-ка я лягу вот так, да? И лёжу, ну вот, посмотрю на эту башню. То есть буду смотреть в небо и ещё на эти башни. И словлю ощущение. Я лёг, лежу, такой расслабился, смотрю на эти башни. Вдруг рядом со мной кто-то. Вот так вот. Я аж так подпрыгнул. Стоит полицейский. И мне такой, типа, нельзя здесь лежать, ну-ка быстро садись. То есть вот сидеть на лавочке можно, а лежать на ней нельзя. Причём я лежал как? Ну вот, я ноги просто вот так поставил, ну и получается на спину просто опракинул. И он, знаешь, он такой строгий. И он меня прям так отчитал. И я сначала не понял, чего он хочет. Потом он мне, типа, показал, что только сидеть, либо стоять, а лежать нельзя. Сидеть, либо стоять. На Петранасе можно тоже смотреть, только сидеть, либо стоять. Или только стоять. Да. Лежать вообще нельзя. Ну, ощущение, ты успел словить или не успел полетать? Нет, ну я тебе говорю, что я вот только начал вот... Входить. Входить в это состояние, он как... А это я вот как раз вот у этого, вот по парку гулял. И вот здесь этот... Вот я как раз сейчас стою вот так с камерой. Я пытаюсь это вот Бангладешца сфотографировать. Он меня тут вот как раз подловил. Так, всё дальше рассказываю, а потом вот про эту гостинницу расскажу. Значит, дальше смотри, что... Вот я погулял, значит, по Куала-Лумпуру. И в итоге пошёл дождь. У меня не было, ну, никаких планов, где я буду ночевать. Это не лес, да, то есть куда-то надо либо за город выходить, либо ещё какие-то варианты. И тут пошёл дождь. Я подошёл, значит, к магазинчику, и у него был такой навес у магазинчика. А у входа в магазин была такая приступочка, на которую можно было присесть. Я поставил рюкзак, так вот рядом с собой, и вот так вот сел на эту приступочку, такой вот, на руку навалился, и сижу. В это время, значит, ну, а там идёт дождь. Я вот так вот смотрю, как там машина проезжает, там дождь идёт. И в этот момент, значит, идёт мужчина. Идёт такой, со мной взглядом встретился, такой, знаешь, вот опять какой-то мексиканская такой наружность, такой взглядом со мной встретился, такой, и заулыбался, ну, и зашёл в магазин. Потом из магазина такой выходит, типа, опять мы с ним взглядом встретились, он такой, типа, «Хелло». Я говорю, «Хелло». Он ушёл. Потом я сижу дальше, он опять идёт обратно к магазину. И он такой проходит, подходит ко мне и говорит, типа, «Где здесь телефон?». Я ему говорю, типа, «Я не знаю». Но он опять зашёл в магазин. Потом опять выходит, мы опять с ним встречаемся взглядом. Причём, знаешь, ну, как бы, вот это происходит не специально. А так, ну, скажем, я так сижу, смотрю, там люди ходят, ходят. Потом я вдруг как раз взгляд поднимаю, да, и раз, и он выходит, и мы с ним взглядом встречаемся. Он опять улыбнулся. Спонтанно так. Да, да, да. Вот. В итоге он, короче, вот так несколько раз ходил-ходил, потом в очередной раз такой подходит ко мне и говорит, типа, «Ты здесь живёшь?». Я говорю, «Нет». А он говорит, «Ты чего ты здесь сидишь?». Я ему говорю, «Дождь идёт». Он говорит, «Ну, так иди, типа, в отель». А я говорю, «У меня нет денег». Он такой, «Как нет денег?». «А как ты здесь оказался?». Ну, и я там, начинаю ему рассказывать свой весь спич, откуда я… «You are from Russian?». Да, да, да. «No money». Вот. И он такой говорит, значит, «А я сижу», вот почему я эту картинку остановил, «А я сижу» как раз на другой стороне, а напротив вот эта гостиница. И я на неё… И тоскливо гляжу на гостиницу. Нет, здесь дорога, я смотрю на машину. Просто я потом, когда мы уже пошли с ним, я вот эту гостиницу увидел там и сфотографировал. Вот. И он такой говорит, «Ну, пойдём, пошли, пойдём со мной». Мы пришли, а его гостиница располагалась как раз вот магазинчик вот где-то здесь, а гостиница здесь, на другой стороне, то есть вот из его окна была видна эта тоже гостиница. Мы пришли к нему, значит, он там налил чай, достал какие-то там эти самые конфеты, ну и мы стали, короче, разговаривать, кто, чего, это откуда. Оказалось, что, значит, он, как он сказал, что он рыбак, его зовут Робин Ромеро, он из Венесуэлы, венесуэлец, вот я говорю, он какой-то такой, знаешь, как я подумал, какой-то мексиканец такой. И он торгует, короче, ловит рыбу, и рыбные всякие там эти, делает какие-то продукты, я не знаю, ну, в общем, там, кого-то креветок, всяких малюсов, и привозит их там, ну, торгует там, вот, в Налайзе, он был, что-то, что-то там, какие-то договора или что-то там заключал. И он туда приехал там на два, на два или на три дня, вот, ну, и он мне всё это там, значит, рассказывает. На английском всё. Да. Ну, так, знаешь, нам тяжело было что-то разговаривать, потому что десять раз всё переспрашивали, упрощали, мы там что-то рисовали. В итоге, значит, попили чай, поговорили, он мне потом говорит, может, мне нужен интернет? Типа, ну, вот, у меня тут есть компьютер. Я говорю, ну, да, нет, мне не нужен интернет. Он такой, ну, ладно. Открывает, значит, достаёт чемодан, открывает чемодан, достаёт какие-то такие, ну, знаешь, типа эти батончики шоколадные, только они вот эти вот, венесуэлские какие-то такие там. Что-то написано, не понятно. И даёт мне, так, говорит, держи, вот это тебе, типа, вот. На закуску. Типа на ужин, там, вот, ланч. А потом такой, достаёт деньги, говорит, и даёт мне сколько-то, там была, один, ну, в общем, не важно. Короче, даёт мне бумажку, день, 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 и говорит, это мой, типа, презент тебе. Я говорю, ну, окей, спасибо, всё. И это самое, в общем, как будто мы, я понимаю, что это по, знак того, что пора откланяться. Я ему говорю, ну, ладно, всё, спасибо, значит, я пошёл. Ну, и я ухожу, он идёт, короче, следом за мной, мы спускаемся, значит, вниз, в гостиницу, всё. И я ему говорю, пока, и иду. А он такой стоит, типа, стой, типа, ты куда? Я такой, а чего? Он говорит, иди сюда. Ну, и мы подходим к рецепшену, и он оплачивает, короче, мне, это самое, на три ночи номер в, ну, там, такую маленькую комнатку. У него чуть побольше такая была, такой номер большой. Ну, в общем, самый простой, экономичный. Я даже не видел, сколько он там денег стоит, но, в общем, факт то, что он оплачивает. Я ему говорю, типа, maybe no, может, не надо. Он такой, типа, окей. И, знаешь, потом берёт, значит, этот телефон у него, где интернет. Ну, что-то он мне сначала говорит по-английски, я не понимаю, что он мне говорит. Он видит, что я стою такой, чего он сейчас? Значит, заходит в этот, в транслейт, пишет по-своему, и потом мне показывает. И там перевод, получается, смысл такой, что все мы ходим под Богом, и кто знает, сегодня, типа, я помогу тебе, а завтра, быть может, ты мне поможешь. Или если там не ты, то кто-то другой мне тоже поможет. Вот, типа, и потом, знаешь, такой говорит, показывает деньги, говорит, это, типа, не главное. Вот. И я такой думаю, ну, ладно, хорошо. Согласен. Хорошо, договорились. Прочувствую интерес ситуации Малайзия, Лумпур, отель, один из России, другой из Венесуэлы, и общаются с помощью мобильника, переводя через гугл переводчик, о том, что деньги, если это херня. Прочувствую, что уникальные ситуации. Интересное время живем. Ну, в общем, да. Ну, вот, мы потом, ну, и все, и он мне такое говорит, ну, все, типа, и пошел такой свободный. Ну, меня, знаешь, у меня-то в этот момент, наоборот, чувство благодарности, такой, я думаю, о, сейчас пойдем с ним там потусим по городу. Все, а он такой, знаешь, как с чувством выполненного долга, типа, пришел, выполнил задачу и пошел. И он такой пошел. Я ему кричу, спасибо, спасибо, он такой, пошел. И мы с ним обменялись вот имейлами, и он мне периодически, слушай, на эти вот, на, 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 в общем, каких-то два праздника было у них там, и он мне присылал. Причем, знаешь, ну, я так подозреваю, что он, видимо, очень верующий человек, потому что у него все письма и формулировки, вот, именно строятся на вот этом там, да, что-то там. Все под Богом ходим. Мы под Богом ходим, да, да, да. И пусть тебе там Бог поможет, и вот, ну, как-то вот так. Все, ну, и, в общем, он ушел, я пошел, там расположился, вещи оставил, пошел там, опять гулял. Потом мы с ним на следующий день еще встретились. Потом он сказал, все, я сегодня улетаю, мы с ним посидели, еще чай попили, все, и он улетел, и я после этого еще день и ночь, короче, там был. Вот. И потом, слушай, происходит еще следующая ситуация, значит. Когда мне уже съезжать с этой, значит, гостиницы, я выхожу и думаю, ну, ладно, все, надо из Куала-Лумпура-то выбираться, значит. И там на рецепшене ключи, когда отдаю, мне главный этот, который, кто там, ну, который вот сидит этот самый за стойкой, он мне, типа, говорит. Ну, он же не знает, куда и чего, но у него вот как-то программа, что если человек сдает ключи, значит, он едет в аэропорт. И он мне говорит, типа, плюс, там, этот, гостиничный маленький автобусик, и вот кто съезжает, значит, их везут, значит, в аэропорт. Я думаю, ну, что, поеду, я выеду, думаю, за город. Всякое, аэропорт за городом, я думаю, я где-нибудь там выйду. Ну, и еду, и думаю, главное не проехать. Главное в аэропорт не уехать, а то от аэропорта же тоже одни такси ходят, куда я потом. Ну, и знаешь, короче, я смотрел, смотрел, ехали мы, ехали, ехали мы, ехали. И вдруг, бамс, автобус останавливается, и я такой думаю, так, здорово, приехали. Я думаю, мне теперь из аэропорта надо как-то выбираться будет. Ладно, думаю, пойду, похожу по аэропорту, посмотрю. И в аэропорту я наблюдал интересную картинку, значит, я зашел в аэропорт, большой аэропорт, здоровый, в Куала-Лумпур аэропорт, интернет там есть, можно в интернете зайти, попользоваться, фри, фри интернет. И я сижу, и вдруг, знаешь, я начинаю наблюдать, что в аэропорту происходит несколько уровней жизни. Кроме тех, кто прилетает и улетает, есть еще прослойка людей, которые там вынуждены находиться какое-то время. Причем, знаешь, ну, в смысле, у них, например, самолет завтра, и им там ночевать, и они знают, что им долго там быть. Скорее всего, они даже не выезжали, а вот они прилетели и сразу улетают. И это чаще всего, знаешь, как интересно были, были вот эти вот, я даже не знаю, кто они там, шейхи или кто, но мусульмане. То есть, вот идет семья, мужчина в длинном таком белом одеянии, да, вот с этой, этой, такой, да, и за ним несколько там этих вот женщин идет там. И куча детей. И вот он их подводит, лавочка, ну, вот эти вот, там, такие, для сидения, для лежания, причем там такие лавки классные, что там нету перегородок, и можно, ну, прям вот влечь и выкинуть. Он подводит этих женщин, усаживает, детей усаживает, пошел там, что-то купил, потом такой, там кафе очень много, потом пошел там, детей собрал, пошел, смотрю, в кафе там накормил. Ну, интересно было наблюдать. Это вот один. И вот их было, прям, знаешь, много-много-много почему-то вот таких вот этих вот мусульманских вот семей. А потом я обратил внимание... Гринчиков. Да, потом, значит, я обратил внимание, ну, так прошел, я обратил внимание, что там еще есть люди, которые, ну, скажем так, как бомжи, то есть, похоже, они там живут. Причем, знаешь, я так сначала словил, что вот один ходит, второй, и у них какие-то взгляды, знаешь, такие цепкие, они вот как будто что-то ждут и что-то ищут. Вот. Ну, и я начал за ними наблюдать, куда они идут, все. А они, знаешь, что, они ходят вокруг кафе и ждут, когда кто-то, ну, вот... Не доедет. Да. И они такие сразу подлетают, садятся, и как будто вот, ну... Я здесь ел. Да, да, да. И знаешь, так интересно, раз, оглянулся, ну, а кто смотрит, и кто смотрит, я просто сидел, да, и наблюдал, получает. Вот. Ну, в общем, двух-трех человек я таких вычислил, и начал за ними наблюдать. Я думаю, интересно, а где они, значит, ну, тут там, спят, что они тут еще делают. Вот. Ну, в общем, короче, вот я в течение там, знаешь, я так увлекся, я, наверное, там, в общем, целый день там это все... То есть ты никуда не торопился, сидел в аэропорту и наслаждался. В итоге я, в общем, смотрю, время уже поздно. Я думаю, как, куда я из аэропорта буду выбираться? Я, в общем, расположился на одной из лавочек и до утра там проспал. А утром уже встал, еще раз проследил, есть эти разные слои населения аэропорта, есть, жизнь продолжается, все, я пошел. Выхожу из аэропорта и, это самое, зашел в интернет и посмотрел, ну, как из аэропорта мне, вот, если пешком выйти на трассу, которая идет дальше туда, ну, на север от Куала-Лумпура. Значит, все, примерно отследил, думаю, ну, что там, сколько, я уже не помню, сколько километров, думаю, ну, нормально, прогуляюсь, пешочка. И я вышел и иду, значит, иду, 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 с одной трассы вышел, куда-то на другую вывернул и дальше иду. Вдруг раз такси подъезжает, останавливается. Такое, знаешь, причем, большое такси, как типа микроавтобус такой. Он останавливается и мне такой пим-пим. Я говорю, но, иду дальше, а он такой потихонечку за мной едет, он мне опять пим-пим. Я ему такой, но, иду дальше. Он, короче говоря, уезжает, дальше останавливается. Ну, я иду какое-то время, там, 5-10 минут, дохожу до него. Он мне такой, опять показывает, поехали. Я подхожу ему и говорю, но, мани. Он такой, садись. Я говорю, но, мани, он, садись. Я такой думаю, ну, ладно, хорошо. В общем, я сажусь, а он мне говорит, да куда едешь? Я ему говорю, ну, туда говорю, в Таиланд, типа, я еду. Он такой на меня посмотрел, ладно. И, в общем, он меня вот по всей этой дороге, которая это аэропорта выворачивает, довез до места, где очередная остановка, где кафешки всякие, куда заезжают водители для того, чтобы перекусить. И он меня привез туда, высадил и говорит. Ну, и мне говорит, вот здесь, типа, много машин можно поймать. Я ему говорю, ну, спасибо. И, знаешь, вышел из такси и думаю, ну, вот смотри, получается, даже таксист, как бы я даже с ним не договаривался и не голосовал, получается, опять, да, от ума зависит. Это я думаю, что таксист там не подвезет, он на деньгах зацепит. Оказывается, вот... Очередной миф в голове был развеян. Да, да, да. И, представляешь, вот я только вышел, и он дальше поехал, такой полубался мне, помахал. Поехал дальше, я еще не успел с этой дороги никуда отойти, а здесь вот так вот стоянки, стоянки, машины стоят, а здесь машины выезжают на выезд. Я еще не успел никуда отойти, вот так, и слышу машина сзади такая. Я такой раз в сторону, и она так проезжает. И я смотрю, ну, встречаюсь глазами с водителем, и ему так показываю, типа, стой, стой. Он такой устанавливается, окошко открывается, ну, здесь женщина сидит, там мужчина сидит. Я ему говорю, типа, please, ну, называй там какой-то ближайший город, который мне нужен. Он такой смотрит на меня, такой, знаешь, такая, видимо, у него там мыслительная работа идет. Что это такое? Я потом понял, понимаешь, что у него замыслительная работа такая. И он, знаешь, так, тык-тык-тык-тык-тык-тык, собирает какую-то там эту мозаику в голове, и потом такой, окей, и показывает на заднюю дверь. Я подхожу, открываю заднюю дверь, у него заднее сидение, детьми все забито. То есть, ну, опять такой, знаешь, мусульманская вида дядька, женщина тоже такая темненькая сидит. И у них там, знаешь, раз, два, ну, в общем, пятеро, что ли, детей сидит. И я когда эту дверь открываю, он что-то им бла-бла-бла-бла, и двое сразу, и туда в багажник перепрыгивают, и я сажусь. Вот, то есть, понимаешь, ну, как бы он думал, есть меня посадить куда или нет, да. Все, и мы, ну-ка сейчас посмотрим, что там дальше. И мы с ними поехали. Ну, это тоже в этом, это, кстати, Питолинг-стрит, типа, как во всех городах есть обычно китайские районы. Квартал? Да, 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 да. Здесь вот по центру идешь, знаешь, эти всякие, как оптовка такая всякие там продают, китайцы продают всякую китайскую эту. А вот в этих домиках можно снять какую-нибудь недорогую комнату, или даже не комнату, а там, знаешь, есть эти большие комнаты, и это как хостел, много-много помещений. Вот. Ну, в общем, и мы с этой семьей, значит, проехали какое-то расстояние, потом, значит, мы там в одном месте остановились на очередную там вот эту кафешку, и потом они уезжали, ну, в другую сторону, а я двигался все-таки вперед, и сказал, ну все, вот наш поселок тебе дальше, значит. Ну, пообщаться удалось с ними, пока ехали? Ты знаешь, вот с ним мы, кстати, интересно поговорили о том, что он мне почему-то начал рассказывать о том, что для него семья – это очень важно. Причем я не задавал, помню, вопросы, просто он начал говорить. Ну, потому что я посмотрел, знаешь, вот это такая толпа детей, они ехали откуда-то с отдыха, то есть там какие-то выходные как раз были, они возвращались домой, значит, я сказал, что для него это вот очень важно. А жена не участвовала, не говори? Нет, она как-то так вот очень держалась, знаешь, мусульманская женщина, да. Так в Карловом пул ты там три дня пробыл тогда? В Карловом пул, да. А что-то сильно запомнилось за эти три дня, пока ты там гулял по городу? Вот Петра нас этот, я к нему несколько раз ходила, но вот как-то вот он меня это… Зацепил? Да, а остальное так, ну, город-город. Угу, интересные знакомства там были какие-то, ну, кроме этого? Ты знаешь, нет, больших знакомств не было, какие-то так небольшие встречи там, ну, в плане того, что я там вот в китайском квартале так просто начинал с кем-то там разговаривать там, что-то там, вот, и больше ничего такого вроде не было. Один раз, знаешь, я сходил и там посмотрел вот этот сайт каучсерфинг, там бывает так, что объявляют мероприятие какое-нибудь совместное, да? Типа чай попить? Да, 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 и вот, да, точно, слушай, вот я в один день ходил на экскурсию. Там очень женщина, которая живет в Куала-Лумпуре, написала, что желающие, которые хотят пойти на экскурсию, англоговорящие, могут прийти во столько-то часов там к какому-то кафе, и я сделаю часовую экскурсию по центру Куала-Лумпура. И я туда пришел, слушай, точно, да, я туда пришел, и там, знаешь, собралась достаточно такая большая группа, там что-то человек 10, наверное, было, причем это были, был парень из Индонезии, вот эта женщина из Куала-Лумпура, была девчонкой из Германии, а потом был парень-американец, и самая француженка была, и самая фантастичная тоже там была девушка русская. Но она из России, но она работает в фирме, филиал которой находится в Куала-Лумпуре, и она там работает. И периодически, ну, ходит вот так вот, ну, интересно, осваивает, как бы вот. Ну, как, познакомились с ней? Да, познакомились, и потом выяснилось, что она вообще в настоящий момент вот в Куала-Лумпуре в командировке, а вообще она в последнее время уже несколько лет в связи вот с этой работой своей живет в Шанхае. У тебя уже эти контакты в Китае появляются. Да, да, да. Ну, вот, мне удалось тогда поговорить еще по-русски. Ну, вот, от нее я тоже какую-то информацию там про Куала-Лумпур узнал. Но она мне тоже сразу вот про Петранаса сказала там. А остальное я ей больше информации дал. Что я вот сюда ходил, там я вот водопад какой-то видел, там я вот еще что-то видел. Ну, что я, типа, здесь и столько, не знаю, вот так ты в офисе сидишь, а я пешком хожу по этим самым. А экскурсия интересная была вот эта, часовая? Ну, ты знаешь, я видел все то, что я уже видел, но зато она теперь рассказала, что там какое-то здание значит, что там проходило, когда там оно, например, возникло, чем оно знаменито. Да, 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 да. То есть, собственно говоря, расстояние мы прошли небольшое, и я его проходил там вот эти все три дня, то есть там, ну, центр этот его там раз-два и прошел, да. Но была просто информация, и благодаря тому, что вот эта девчонка была, она мне немного переводила по-русски. Потому что, ну, не все, не все. Конечно, она простыми фразами, там, вот, женщина сказала. Ну, сейчас контакты поддерживаешь, спишитесь. Да, да. Ну, вот, вот, все, так мы уже уехали далеко из-за аэропорта, из Каулумпура. Путь из Каулумпура был через аэропорт. Да, так все, я уже же уехал вот с этой семьей, мы доехали, мы проехали приличное какое-то расстояние такое, и потом, значит, он мне говорит, ну, вот, в общем, все, мы его сворачивали. И я остался, значит, там. И там произошла, значит, ну, вышел с этой зону отдыха и едет в этот, как его. Знаешь, в общем, старая, я не знаю, что за марка, старая такая машина. Заднее сидение все завалено какими-то такими тюками тканевыми, а за рулем машины сидит такой колоритный индус. Это у него тут, значит, челма такая, да. И он такой вот, знаешь, ну, вот как вот из индийского фильма только что такой вышел. Плохишек или хорошишек? Нет, нормальный, да. И я такой раз, он останавливается, я ему, значит, говорю, ну, я еду там и называю далекий город какой-то. Он говорит, да я еду тут 10 километров. Я говорю, ну, ничего, я проеду 10, ну, и я сажусь. И вот он начинает говорить как-то так очень просто по-английски, мы даже так понимаем. Он говорит, я вот там, типа, торгую тут тканями, у меня там какой-то магазин. Ну, говорит, ты зря, типа, вроде как со мной сел, тут 10 километров, я уже сейчас вот через 10 километров буду сворачивать. И он меня довозит до поворота там, ну, это. То есть я стою уже ни в каком там, ни в кафе, ни на какой зоне отдыха, я просто стою на дороге. Ладно, стою, значит, вышел, стою. Стою, машин сначала не было, потом стою, никто не останавливается. Я думаю, что такое, так что-то хорошо прям все ехалось, и тут никого нет. Тут вдруг раз проезжает грузовик, проезжает и останавливается. Ну, я думал, он не остановился, я бегу, значит. А он выходит такой, я подхожу, холло, все, он так мимо меня там все. Вот, оказалось, что он вообще не видел меня, парень молодой. И он остановился, потому что у него на фуре сзади, он увидел, раз это, расстегнулся этот ремень. Да, и начал вот этот вот тент болтаться. И, ну, я потом ему говорю, это, чтобы ты меня не заметил, вот тебе фур, этот самый тент, это ты развязали, чтобы ты меня взял. И он такой сначала такой, а я говорю, ну, я вот еду там вот туда, он говорит, да я туда, типа, я не еду совсем. А я хотел попасть вот в этот, в город Эпох, и там, это город, вокруг которого очень много пещер, в которых вот пещерные такие, знаешь, храмы кругов. А откуда ты узнал? Прямо в интернете прочитал? Да. То есть, ну, я посмотрел, как раз, когда был в этом, в аэропорту, я просто посмотрел, что-то тут вблизи такое, есть экзотическое, вот увидел. И он такой говорит, я туда не еду, ну, я тебя там до полпути довезу. Ну, ладно, довезешь, довезешь. Ну, и мы едем. И так что-то разговорились, потом он достал этот компьютерчик маленький такой, открыл там транслейт, и мы начали уже более так, это, детально общаться. Ну, и когда уже, знаешь, так вот, когда начинаешь больше коммуницировать, становишься ближе, и он в какой-то момент такой говорит, у тебя есть время? Я говорю, ну, типа, есть, да. Он такой говорит, давай, вот я сейчас по работе вот отвезу вот этот груз, да, потом мы поедем ко мне, и я познакомлю там, типа, со своей там мамой, а потом, типа, я возьму свою машину и отвезу тебя в этот вот, в эти пещеры. Не просто в город, а вот, ну, мы поедем по пещерам, и я говорю, конечно, да, да, все, поехали, мы говорили. Ну, и все, и вот мы с ним доехали, значит, до его работы, он там, значит, разгрузился, оставил машину, мы сели на мотоцикл, доехали до его дома, он познакомился со своей там. Я приехал, мы поговорили с его мамой, мама такая, знаешь, такая, серьезная, строгая, вот, он мне такой выдает полотенце и говорит, хочешь, типа, душ принять? Я говорю, ну, хорошо, давай, вот душ здесь, на тебе полотенце. Я пошел, принял душ, значит, все. И потом мы, да, и все, не пили мы чай, хотел сказать, поели, нет, не ели, не пили чай, сели в машину и поехали. И, понимаешь, как, ну, я думала, он меня довезет до этого города там и скажет, ну, вот, пещера там, пещера там, а их там несколько, ну, ищи. Вот, а он, знаешь, так вдохновился и пошло, а уже вечер, и там же, ну, срок, там некоторые пещеры, ну, которые, вот, охраняемые, они закрываются, да, есть открытые, а есть, которые закрываются. И он такой, надо быстрее, и, знаешь, такой азарт включился, мы раз в одну приехали, там успели, раз в другую, он говорит, о, еще и в третью успеваем. И, в общем, мы вот поедем пещерам. Они глубокие такие. Ну, вот, слушай, это на самом деле, вот это вот, Бату, наверное, еще. Это мы сейчас немножко в Куала-Лумпур вернемся. Вот это я говорил, где меня немец оставил. Это пригород Куала-Лумпура, вот это я вверху стою, видишь, вниз лестница идет, и там вот этот город виден. Это на окраине Куала-Лумпура, вот это вот пещера Бату-Которая. Вот. Видишь, лестница поднимается. И там пещера, да. А это, это самое, вот этот сам Бату стоит. Ну, туда, знаешь, такой поднимаешься. Так это буддизм или что это у них там такое? Это шива-шиваизм. Шиваизм? Да. Здоровая статуя такая, да? Да. А вот это уже пошли пещеры, вот те, до которых я добрался, это уже эпоха. Это уже, я не знаю, сколько там, сто километров. Что называется храм эпох? Нет, город называется эпох. А пещеры просто разные. Но понимаешь, как у них в пещерах храмы повсюду. То есть не связано с нашим русским словом эпоха? Нет. Не, э-и. Эпоха. Эпоха? Да. Вот смотри, это просто вот пещера, там гора, там пещера, а здесь настроены вот как храмовые такие вот получаются. Ну, там заодно и продают сувениры всякие. Ничего там не продают. Ты что? Нету там никаких лавок. Видишь, вот она гора, там она в зелени, а здесь встроены. То есть чисто кунцевые сооружения такие? Есть там варианты какие? Есть вот просто сделаны там как скульптуры богов есть, и люди просто приходят и ходят там, да? А есть прям просто вот как, условно говоря, как монастыри действующие. То есть там живут вот эти монахи. Монахи, да. Вот где живут монахи, там они закрывают, а где просто открыто, там можно успеть. И вот мы поэтому ездили. И там вот. То есть там понимаешь, как там внутри вообще ничего не отделано. Вот просто как природа сделана, они просто вот в эти пещеры встраивают там. Свои комплексы монастырия. Да, вот сделали постамент, посадили там статую одного бога. Здесь алтарь сделали, здесь и сучит. Это вот... Закрытая пещера. Нет, это вот... По куче решеток. Когда мы ездили с мамой знакомиться. И там, который товарищ мне там дает... Слушай, не помню, как его зовут, у него какой-то такой вот... Японско-китайское имя было. Так, все, это уже поехали дальше. Так, все. Значит, после того, как мы проехали вот эти вот все пещеры, он мне такой говорит, куда тебе довезти там? А уже вечереет такой. Я говорю, ну, куда-нибудь там на дорогу буду автостопить. Он говорит, а есть, когда ты будешь? Я говорю, ну, не знаю, завтра может быть. Он такой говорит, не, поехали, я тебя типа накормлю. Он говорит, хочешь что-нибудь экзотическое попробовать? Ну, там, типа, ты знаешь еду в Малайзии? Я говорю, не, не знаю. Он говорит, ну, поехали. И в итоге приезжаем в китайский ресторан. Еда в Малайзии, китайские страны. Я так посмеялся, я говорю, чайница, он говорит. Да, а я говорю, ну, Малайзия. Ну, в общем, знаешь, реально, вот что-то такое, причем, знаешь, он набрал всего помаленьку и какие-то шарики неизвестные из чего были намешаны. Какие-то там пророски с чем-то таким. Я такой сижу и думаю, ой, сейчас я наемся и червячков, и кузнечиков, и тараканов, и не буду знать, из чего наелся. А чего я, по-моему, помню. Что-то там поперемололи, перепадали, где есть. Все. Дальше, значит, все, ну, поели. Он мне говорит, ну, все, я поехал, значит, домой, мне еще вон сколько ехать. Куда тебя? Я говорю, да все, я здесь останусь, скажи мне. Ну, мы вышли из этого, и мы в городе. А я думаю, ну, что, ну, уже стемнело, я думаю, ну, куда я сейчас поеду уже, я стопить. И я ему говорю, вот ты мне покажи, где вот трасса, которая идет вот дальше туда, на север, в Малайзии ехать, ну, к Таиланду туда. Он мне говорит, ну, типа, вот так прямо пойдешь, и там будет вот эта вот там трасса. Ну, и все, ну, и все, мы по-до свидания, Алексей, он уехал. Я пошел, значит, потихонечку к этой трассе, и начал приглядывать место, где можно было переночевать. Ну, и, знаешь, иду, стемнело такое, я иду, смотрю, вроде лес уже начался, знаешь, ты так. Ну, я подумал, что я уже вышел за город, ну, в общем, я нашел какую-то очередную елку, так вот, недалеко так, к кювету дороги, и дальше елка. И под этой елкой достал спальню, значит, и лег спать. Представляешь, утром просыпаюсь, прохожу чуть-чуть вперед, и оказывается, там, короче, какое-то заведение, то ли учебное заведение, и это, я не вышел за город, на самом деле, просто там вот вокруг вот этими елочками было, ну, в общем, я спал около какого-то института под елкой. Нормально. То есть из города даже не вышел. Причем, знаешь, я когда проснулся, я такой раз, смотрю, что люди какие-то идут. Ходят здесь. Вот, а там, причем, знаешь, как получилось, я, я, вот эта елка, я за елкой не увидел светофора, там был пешеходный переход, то есть приходит транспорт, вот эти вот все там преподаватели выходят, потом они идут через это, прям чуть ли не рядом со мной проходят, и потом они идут в ворота и заходят в институт, и я такой подъем подъем. Подарок из России. Да. Вот, ну все, я, в общем, поднялся и думаю, ого, и потом, когда я пошел, я понял, что я очень далеко не дошел до этой трассы, но он уже примерно указал, он говорит, ну вот так, но я думал, это вот рядом, а там оказалось, ого-го, сколько идти. Ну все, и в общем, я, в общем, утром встал, дошел до этой трассы такой, и представляешь, выхожу, а она какая-то пустынная такая, и машины, ну совсем нет. Я встаю, так значит, раз, проехала редка машина, не остановилась, раз, не остановилась. Я такой думал, что может он мне не ту эту трассу указал. Я стою, и вдруг раз, едет на мотоцикле, дядька. Ну и я стою, стою, едет и едет. И вдруг он, знаешь, такой проезжает мимо меня и резко такой по тормозам, и такой у меня �ещает, э-э-э-э-э-э-э. Я такой к нему подхожу, он говорит, тебе куда? Я такой думаю, куда? А у него, представляешь, ребёнок сидит на этом, впереди здесь, на чём-то, на бензобаке, перед ним. И у него позади сиденье. А у меня же ещё, ну у меня рюкзак этот назад, который тянет. И он такой говорит, тебе куда? Я говорю, ну туда вот, к Таиланду. Он такой говорит, о, поехали, я вот там еду почти что, чуть ли там. И вообще, знаешь, он там, я на мотоцикле на этом, у него не было шлема запасного. И он мне говорит, типа, полиция, если будет, то, ну, нельзя без шлема. А я говорю, ну тогда я не поеду. Он говорит, нет, садись. И в общем, знаешь, мы, наверное, с ним километров 200 проехали вместе. Долго. Очень долго, знаешь, у меня уже лицо болело от вот этого ветра, который вот христал. Я уже еду такой, как-то знаешь, как-то на пару с парашютом, когда летишь, да? И он гонит так. И мы, наверное, раз и два останавливались. Ну вот, передохнуть. Передохнуть, да. И он мне начал рассказывать, что вот он с сыном едет на куда-то там, на какому-то водоему, на рыбалку. У него удочки там были внизу, там, закреплены. И я говорю, на мопеде, за сколько, 200 мы ехали, и он еще, ну, в общем, за 300 километров. Я говорю, вот охота за 300 километров на мопеде. Он говорит, а я всегда так езжу, значит. Вот, а так он там где-то, что-то он рассказывал, не помню, то ли водителям, то ли чем он там работает. И он говорит, что когда я вижу на дороге, значит, людей, я обязательно, значит, даже если они не останавливаются, я их подбираю, значит. А почему? Он не спросил? Нет. Это, опять же, их буддийские, вот эти вот на уровне подсознания установленные. Ну, у нас тоже есть стихийные буддисты, по-моему, хотя бы, когда я должен остановиться и накормить, помнишь? Да. Борщом по России. Да, да, да. Ну, вот, значит. И получилось, что, представляешь, он меня довез практически до поворота дороги на остров Пинанг. Ну, это почти уже там близко к Таиланду, то есть вот. Ну, и он меня высадил на заправке и говорит, если тебе нужно, значит, на Пинанг, то дорога уходит сюда. Да, если тебе нужно на Таиланд, то дорога уходит сюда. А я, говорит, вот, все, сейчас вот сворачиваю и, ну, вглубь туда. То есть, все, уже, я уже приехал. И потом, значит, он начал извиняться. Извини, ну, мне вот надо сюда, я туда не еду, значит, вот, ну, извини. Я говорю, да ладно, ладно. Он такой опять мне, ну, извини. И такой, но проблем, но проблем. Я говорю, да нормально, нормально все. Он опять такой, сори, но проблем. Нет проблем, нет проблем, все нормально. Но все. Он, значит, уехал, я такой думаю, ну, что это самое, может быть, что уже, что в Таиланд сразу мчаться. Думаю, поеду-ка я, вот, заеду на Пинанг. Раз. А там что, тоже какие-то достопримечательности? Пинанг это остров, куда ездят туристы отдыхать. Туристическая такая зона. Я подхожу, значит, и стоит большой такой, этот самый, фура большая стоит. И водитель выходит с заправки и идет к машине. Я к нему подхожу. Хелло, хелло. Я говорю, плюс Пинанг. Он говорит, я говорю, ты ездишь, ну, в общем, спрашиваю, куда ты едешь? Он говорит, на Пинанг. Я говорю, о, можно я на Пинанг? И он мне начинает дальше что-то объяснять. Я ничего не понимаю, что он мне объясняет. Но он меня спрашивает, типа, окей? Ну, после того, как объясняю. Я ему говорю, окей. Он такой говорит, ну, типа, давай тогда садись. Что он мне сказал, я не понял. Между тем ответом, что он едет на Пинанг, и когда я сказал, окей, я ничего не понял. Ну, это, но зато я потом это понял, что он мне сказал. Я залазил в машину, значит, кидаю рюкзак, сажусь, и, значит, мы едем. И мы едем, а там же указатели-то, знаки стоят. И мы подъезжаем к этой ко всей развилке, туда, значит, пошло границы с Таиландом. Сюда дорога пошла на Пинанг, а сюда еще куда-то дорога пошла. И она вот так, знаешь, как бы сворачивает и куда-то под мост уходит. И он вдруг раз, и не на Пинанг сворачивает, а поехал по этой прямой и под этот мост. Я начинаю медленно нервничать. Я думаю, так, в чем дело, куда он поехал. А мне водитель, знаешь, изначально показался, ну, мой ум решил, что водитель как-то вот подозрительный. Подозрительный тип. Да. Что-то какой-то он такой, он очень уж он угрюмый такой. Знаешь, как легко придумать себе проблему, значит, не просто думать. И он такой, раз под мост, я сижу, молчу, но я начинаю это. Представляешь, он заезжает под мост и куда-то, как вроде обратно вообще начинает уезжать. Я начинаю больше нервничать. Я понимаю, что мы едем в противоположную сторону. Дальше он, значит, куда-то, ну, сколько-то проезжает, и он вдруг раз и останавливается. Вылезай, приехай. И останавливается, знаешь, с одной стороны какой-то бетонный забор, там что-то ничего... Такой, думаю, вот так. И остановился такой, и, знаешь, не улыбается, он что-то, ну, машина, ну, машина не глушит машину. Я такой думаю, так, надоело мне мучиться, накручиваться. Где мой пенанк? Я ему говорю, где пенанк? И тут он мне начинает, ну, короткими фразами объяснять, что, типа, он, понимаешь, он удивлён, он в таком удивлении. Я же, типа, тебе сказал, ты согласился. Ну, в общем, знаешь, как выяснилось, он должен был заехать за каким-то там другом своим, да, забрать этого друга, а потом вернуться снова на магистраль и поехать на пенанк. И мы стояли, ждали вот этого вот друга. Друга. Да. И вот он только мне всё это объяснил, и я такой, знаешь, с одной стороны, такой, ну, понятно, на что я ест сказал, я же сам согласился. Он мне сказал, мне нужно заехать, а потом я поеду, да. Ты согласен? Я сказал, да. И вдруг я такой, типа, чё такое, где пенанк? Туда открывается дверь и залазит, знаешь, такой, вот полная противоположность водителю. Водитель такой, знаешь, угрюмый такой, какой-то такой, ну, знаешь, ну, вызывающий чувство такое, вот, некомфортное. Дистанция. А тут наоборот такой, за машину забирается такой весь, знаешь, такой, а-а-а, привет, ха-ха-ха, такой весь, располагающий к себе такой парень, всё. И я такой, ну, ладно, фух, вроде бы всё нормально там, да. Вот, я забрался назад, вот, где у них там этот лежак, этот сел сюда, и мы поехали, короче говоря. Проехали мы через этот, там, длиннючий-длиннючий мост, который они сделали. Пенанк – это остров, но к нему сделан такой мост большой. На Пенанк можно попасть через паром. Паром в одну сторону платный, а когда ты возвращаешься с Пенанка на материк, то паром бесплатный. Либо ты вот по этому мосту, но по этому мосту пешеходных дорожек нет, а вот на машине можно. Вот, ну и, соответственно, я туда-то заехал на вот этой фуре, а обратно, да, там уже паром бесплатный, поэтому уже можно паром уплыть. Ну вот, ну и, в общем, мы туда, значит, заехали, и он меня там высадил. Там по городу нельзя фуром ездить, поэтому он меня как бы так чуть старает. И я несколько дней, в общем, жил на Пенанге. Вот на Пенанге это была вообще, знаешь, такая вот чистая экзотика в плане там ночевок. Там мне никто не оплачивал никаких гостиниц, не давал денег. Я спал на набережной, набережная такая каменистая, я выбирал себе вечером камень такой, чтобы по полу же был, и спал прямо там на берегу. Ну там красиво было. Ну, вот смотри, и это там у них под городом, в общем, есть там такой, куда они возят туристов, такой храмовый комплекс. Я, когда шел там по городу, по центральной улице, я увидел там два храма рядом стояло. Один храм был, ну, оба буддийские, но в одном храме буддийский тайский и буддийский, а второй китайский и буддийский. И у них немножко службы разные, соответственно, в тайском тайцы служат, а в китайском китайцы. Я зашел в первый вечер, когда я туда только приехал, там уже пока добрался, пока походил по городу, уже темнело. Я зашел вот в этот тайский храм, и, ну, я как бы знал, что тайцы пускают всегда в храме переночевать. Я захожу в этот храм и говорю, могу ли я у вас переночевать? И мне говорят, нет, я в таком удивлении, и, в общем, они там уже собак в храме выпускают и говорят, давай, гоу, гоу, гоу. Ну и вот, я выхожу, сейчас посмотрим, здесь, не здесь. Ну, это я вот, видишь, там, в храме хожу, смотрю. Прошусь остаться на ночь. Нет, вот это, который, у них там такой, как игрушечный один храм в центре, там негде проситься. Вот, это вот китайский, который храм. Значит, сейчас к тайскому еще вернусь. В общем, в тайском мне сказали нет, и в итоге я вышел и думаю, ну, собственно говоря, не пустили внутрь, я ведь могу и снаружи китайского храма лечь спать. И, в общем, я обошел вот так вот, ушел от центрального входа, подошел с правой стороны к этому огороженному храму и просто у забора расстелил спальню и спал. Собаки, которые находились внутри за забором на территории храма, они слышали, что кто-то лежит, и они, как только я переворачивался ночью, они начинали ночью лаять на присутствии чужестранца за забором. Я от этого просыпался, потом опять засыпал, опять переворачивался сбоку навык, опять собаки лаяли, в общем, мы так общались там всю ночь. А потом я вот уже нашел, это первая ночь, на вторую ночь я уже нашел вот эту набережную, я стал ходить вот на эти камни ночевать. Там можно было спуститься и, знаешь, там в расщельных очень классно спать. И на вторую ночь, ну на второй день я вот пошел из этого тайского храма, я прошел вот в этот китайский. И утром, главное, пришел, а у них служба. Я подхожу и спрашиваю китайцев, я могу поприсутствовать? Они говорят, да, можешь. И я остался у них на службе, они там читают какие-то вот мантры, потом вот здесь ходят эту шаговую медитацию, то есть вот они ходят и поют. И с ними можно там ходить, причем они, знаешь, так вот ходят друг за другом, повторяют одну и ту же. Когда ты слушаешь постоянно, ты тоже начинаешь там повторять эту мантру короткую и ты вот ходишь. А после всего службы они вот здесь расставляют столы и у них трапеза начинается. А, вот где ты ел, вот где ты подкармил, в храме китайском. Да, и в этот момент, причем они кормят утром, получается, и вечером у них служба. И когда мы ели, ко мне подошел один из тех, кто был на службе и говорит, меня зовут Джастин, а тебя, как я говорю, меня зовут Александр, я из России, а ты что здесь, я говорю, я вот путешествую. Он такой говорит, у тебя есть типа время свободное? Я говорю, есть. Он говорит, я могу тебе показать там достопримечательность. И вот там вот этот храм, который, я сказал, там высоко в горах. Ну, в общем, мы сели на его машину после вот трапезы и поехали. Он меня свозил сначала вот на этот вот храм на горе. Потом мы поехали в какой-то ботанический сад. Потом поехали к какому-то там еще там источнику. Ну, в общем, мы там объездили вот так все по округе. А потом мы поехали, он мне говорит, здесь есть как бы национальная кухня, которая, ну, вот, очень экономичная по деньгам. То есть ты платишь, типа как у нас, я не знаю, как это называют. Ну, например, там 10 рублей платишь и, как называется? Все по 10. Да не по 10, когда платишь один раз, а к столам потом походишь. Шведский стол? Да, 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 типа шведского стола, только вот он такой вот, знаешь, как китайская еда там. Там опять вот эта основа рис и куча какой-то этого. И вот мы потом приехали вот туда, и он мне там потом рассказывал. Вот это называется так, я не запомнил всех названий, они были какие-то, ну, такие вот китайские. Вот это называется так, попробуй. А вот это вот какой-то шарик, из чего сделать? Ну, начинается то, что я говорю, неизвестно, из каких там кузничков, червячков, из чего-то. И потом он мне сказал, если ты хочешь, типа, я завтра могу тебя познакомить там со своими там родственниками. И мы на следующий день, представляешь, поехали. А, он мне говорит, я тебе могу показать большую клинику там какую-то там. Я говорю, ну ладно, хорошо, и познакомить с родственниками. Оказалось, у него сестра лежит в клинике на обследовании. Он меня привез к сестре, мы пришли там к ней в эту палату. Он мне говорит, вот это она, вот у нас в больницах, вот так вот. Ну, там, знаешь, такие очень современные палаты, со всякими там поднимающимися спинками у кровати. Там кнопка медсестру вызвать, тут кнопка нажать вентилятор, тут что-то выезжает. Ну, в общем, цивильная такая это. Познакомил с этой сестрой, дальше позвонил, приехал его сын, с женой познакомил. Ну, в общем, я такой, знаешь, как будто чуть ли не к родственникам приехал. Переписываешь сейчас с ним? Да, да, мы с ним, вот с Жастина, мы вообще часто очень переписываемся. Причем, самое интересное, что выяснилось, что он поклонник Випассаны, и периодически ездит в центры Випассаны, несмотря на то, что, да, вот, он служит в китайском храме, он еще ездит и на Випассаны, он говорит, это, говорит, вот, бест техника. Я говорю, да, я знаю, я согласен. Вот. Я, в общем, вот, короче говоря, первый день, ну, то есть, я утром приходил, у меня было вот этих несколько дней, пока я жил на Пенанге, у меня было так, я утром приходил на службу в китайский храм, потом завтракал, потом шел, ехал по каким-то там своим этим, там, исследовательским местам. Потом он мне дал велик, и я на велике еще уехал вообще на северную оконечность острова, там, где у них там, ну, вот, цивильные пляжи, где можно купаться. То есть, уезжал туда, и там, такими, знаешь, глыбами красивыми, не помню название там, название какого-то известного пляжа, но я не помню сейчас его. Потом вечером мы с ним встречались, куда-нибудь там шли, ну, и потом приходили вот на службу. Так, поехали дальше, что у нас там еще есть? Это набережная, вот это тоже, это вот, где я говорил, спал, да? То есть, вот здесь идет оборудованная набережная, а дальше, видишь, она вот так вот заворачивает, и вот там дальше начинаются вот именно, ну, такие камни и глыбы. Здесь, а, и, в общем, утром, когда я ночевал, значит, на набережной, у меня был такой распорядок. То есть, я вечером шел, находил там местечко где-нибудь среди камней, засыпал. Утром, как только я слышал, что по набережной начинали топать чьи-то ноги, я понимал. Так, люди проснулись, и вот сейчас, знаешь, такое впечатление было, что вообще весь город выходил на пробежку. Причем возраст людей был очень разным. Молодые, средний возраст, пожилые. И они, знаешь, на что я обратил внимание? У них акцент был у всех на вот разработку суставов. Они все там то так крутили, то так, то так, ногами, руками. Не все бегали, но ходили все. То есть, вот это вот, типа, знаешь, спортивная ходьба. Ну вот, тут вот, видишь, бежит один в одну сторону, другой в другую. Хотя, собственно говоря, это не утро и не вечер, а это день. Вот, ну и вот. В общем, эта набережная для меня стала, у меня, видишь, вот еще в режиме появился момент. Я утром, нет, я не бегал, я делал вот, когда там, они начинали бегать, и я к ним пристраивался где-нибудь, и я начинал тоже суставную гимнастику делать, там, что-нибудь наклоны, приседания, отжимания. В общем, тебя затянул поток. Да. И все, и... Ты там несколько дней провел, начали, да? Да, 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 да. Но я уже, знаешь, я уже настолько вот вошел в это... Ну и что, что спать на камнях. Минус был только, знаешь, какой? Если вдруг начинался дождь, приходилось уходить с набережной и искать где-то навес. Вот это был один минус. А остальное на свежем воздухе, у водички. Классно, утром встал, сразу же здесь побегал, помылся. И вот здесь набережная заканчивалась когда? Вот здесь был этот Макдональдс, я туда ходил за интернетом. То есть у меня были все условия, да? Где поесть, где помолиться, да? Где спортом заняться, где в интернет выйти. Ну и еще люди были пообщаться. Почему же ты побольше там, не завис на этом острове? Нет, так я там был достаточно долго. Я не помню даже сколько дней. Вот, а это я забор сфотографировал, где я сказал, первую ночь я спал. Вот там. Внутри буддийский, этот тайский храм, в котором мне не дали ночевать. А вот здесь вот я вот постелил спальничек и спал. То есть центральная дверь здесь, я вышел с правого. Забор большой, собаки бы тебя не достали? Нет, собаки бы не достали, но они чувствовали, понимаешь, что там есть человек. Из Жасии. Ну да, они сказали, что-то как-то мы же тебе сказали не спать. А это еще один храм там же на Пенанге. И туда я ходил вот еще, чтобы это, за десертом я туда ходил. Вот, видишь, это манго желтый. Вот десерт тебе подбирал. Да, да, да. Это во дворе храма? Да, они не собирают. То есть вот здесь вот манговое, вот ствол. Манговое дерево, там манговое дерево. И оно обсыпается, они не подбирают. Продукты пропадают. Да. Я приходил с пакетом, набирал манго и шел на набережную, опять же, кушал манго на десерт. Не жизнь, а манго. Так, ну все, это уже пошел Таиланд. Все, после Пенанга, значит, сел я на... Нет, так как же ты от жизни такой сладкой все-таки уехал? Ну, слушай, ну двигаться-то надо же дальше. Сколько можно. Я и так, знаешь, каждый раз откладываю, затем буду еще остаться, еще остаться. Потом я уже понял, что я начинаю прорастать, знаешь? Вот смотри, на самом деле у меня где-то есть видео, в которое я еще в самом начале пути отследил вот эту некую этапность и записал. Смысл состоял в том, что есть некая этапность вхождения в пространство. Когда сначала ты приходишь, пространство незнакомое. И ты думаешь, так, ладно, сейчас я быстренько посмотрю и сбегу, да? Оно незнакомое и тебе легче сбежать. Потом дальше происходит что? Ты какие-то точки расставляешь, так, это я вот здесь, условно говоря, интернет, да? Здесь можно там десерт, здесь можно переночевать, здесь это, это, это. Дальше начинают появляться какие-то люди, еще больше обрастаешь. А потом ты начинаешь уже прорастать. Тебе уже не надо, вот зона комфорта уже сформируется, да? Ты знаешь, где спать, ты знаешь, где есть, ты знаешь, где интернет, ты знаешь, где пообщаться, ты знаешь, где искупаться, ты знаешь, где еще что-нибудь. Не приходится себя выдирать. Причем ты начинаешь уже даже, когда тебя спрашивают, ты начинаешь так объяснять людям, пройдите туда, вот это там можно найти, вот это здесь, ну и в общем. Местный сторожил. Да, и вот понимаешь, когда ты до этого этапа доходишь, надо уже дальше двигаться, потому что иначе дальше начинается обратный процесс. Если в начале, знаешь, так, ну ладно, все, я побежал, да? То есть теперь наоборот, вроде пора, не, я еще побуду. Сначала, ладно, я побежал, а в конце я еще побуду. И вот это я еще побуду, оно может, знаешь, очень надолго продолжаться, да? Ну и я думаю, что потом человек там оседает, не знаю, находит, например, там работу, потом там решает вопрос с жильем и остается навсегда там. Да, там женится, потом принимает гражданство. Ну все, да, да. И подбирает место на кладбище. Да. И может быть потом рождается в следующей жизни в этом же месте. Все, поэтому, чтобы не прорастать, я продолжаю свой путь все-таки дальше. Но уже на пароме. Да, итак, я сажусь на паром, переплываю, выхожу, иду, как обычно, на ближайшую трассу, чтобы останавливать машину. Я двигаюсь в сторону границы Таиланда. Выхожу, останавливаю, машина проезжает одна, вторая, третья, ну я какое-то время стою. Вдруг останавливается машина, очень похожая на нашу, ну не на нашу, может быть, на Таурию. Такая двухдверка, такого белого какого-то цвета. За рулем сидит девушка молодая. И она такая мне показывает, ну, садись, ты куда едешь? Я ей говорю, типа Таиланд. Она говорит, нет, я туда не еду. И она мне начинает говорить, что там есть автостанция, и оттуда ходят автобусы. Я говорю, no money. Она такая говорит, ну ладно, окей, садись. Я сажусь, мы едем, она мне говорит, что она работает менеджером в каком-то большом торговом центре, и она хочет там построить карьеру, дорасти до чего-то, дает мне визитку. Ну, в фейсбуке она у меня там тоже где-то в друзьях есть. Вот. И она, я смотрю, хоп, разворачивается и едет в обратную сторону. Я ничего понять не могу, но как-то я не переживаю. Это не тот сердитый дядька в фуре, до которого я испугался. Не заглушая двигателя, чтобы криков не было слышно. В общем, и представляешь, мы приезжаем опять на то место, откуда я только что ушел. Причем, понимаешь, я же дошел до дороги, она меня на дороге подобрала, а она что делает? Она меня привозит туда, где я с парома вышел, и где автостанция. И она мне такая показывает, типа, сиди. И уходит. Возвращается и приносит мне билет. И там, получается, знаешь, я доезжаю, ну, не совсем до границы, но до последнего города, который перед границей с Таиланда. Дает мне билет и говорит, типа, твой автобус там, в Восток, иди. Я такой, ха-ха-ха. Я говорю, окей, thank you. Ну, и пошел, короче, на автобус. Пришелся он на автобус, еду такой и думаю. Ну, смотри, я опять никого, да, не просил, и она могла бы меня и не брать. Ну, я остановился, ты куда едешь? Она говорит, да, вот тут там 20 километров. Ну, окей, счастливого пути, и все, и поехал. Нет, она же меня посадила, представь, вернулась, купила билет, посадила на автобус, смотри, говорит, вот твоя платформа, не про караул, и уехала. Ну, все. Да, значит, а там, знаешь, как по трассе автобус едет, а потом он уходит, вот, ну, и у меня билет до города, и он уходит с трассы, и мне опять оттуда далеко выбираться. Поэтому я такой сижу и думаю, так, мне главное его тормознуть, чтобы с трассы-то не уйти машины, а потом ловить. Ну, и я к нему подохожу и говорю, меня там, вот, ну, пытаюсь ему что-то объяснить, он ничего не понимает, по-английски не говорит. В итоге, когда он уже повернул с трассы, я увидел, я ему хочу, стой, 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 он такой паникует, сам едет, я, стой, стой. В итоге, пока он остановился, мне пришлось, ну, как бы, еще там идти далеко. То есть, я прогулялся, только я, значит, выворачиваю на эту трассу, и с этой же дороги, с которой я только что пришел, едет фура большая, опять такая. Я раз рукой, ну, они раз остановились, два, и причем два водителя едут, мне, как бы, вроде, сидеть негде. И они такие, куда, я говорю, типа, Таиланд. Они говорят, ну, давай, ладно, садись. Что-то объясняет, что они не совсем в Таиланд, но садись. Этот один водитель садится, вот, там, перемычка между сиденьями, меня на сиденье усаживают. Все, едем, ну, и они такие, откуда, чего, ой, Россия, это где-то так далеко, ой, это все как-то там, это, значит. Таких два пожилых дядьки начали мне рассказывать, что они давно уже там водителями работают. Я их спрашиваю, вам нравится ваша работа, да, значит, вы счастливы, да. Причем, знаешь, вот, ну, это в Малайзии, да, вот на территории Таиланда, когда я вот этот вопрос задавал, их этот вопрос вообще в удивление ставил. То есть у них счастье, оно как некие, да, 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 данность некая. Это, наверное, единственная страна, где вот люди воспринимают это как данность. Потому что ты раньше не говорила, что вот так воспринимали. Ну, вот, знаешь, мне кажется, это все-таки, ну, это я опять придумываю, мне кажется, вот это с буддизмом неким образом связано. Потому что я тебе говорю, вот раз, и такое удивление, значит, ты счастливый, да? А как бы ты можешь сомневаться, да? Это как спросить, а у тебя одна? А какая есть еще, да. У тебя одна голова? Да. А что-то я и про них не задумывался, может, у меня правда безумно. Две головы. Состояние счастья или две головы, да. Ну, в общем, и они меня, знаешь, довозят, вот, то есть там вдалеке где-то граница видна, но они на последнем повороте сворачивают, то есть, ну, они остаются на территории Малайзии. И они меня высаживают, они говорят, ну, типа, ты дойдешь тут недалеко. Пешком мы через ключу проволоку. Я выхожу и, ну, иду, значит, иду, раз, ну, никого не стоплю, что я вижу уже эту границу, и вдруг раз, фура останавливается. Теперь уже тайские водители, там были два пожилых малайзийских, а здесь два молодых тайца. И они такие тоже по-английски, нет, тебе по-английски немножко говорили. Эти ничего не понимают, значит, типа, ну, давай запрыгивай. Я запрыгиваю, я их спрашиваю, вы куда едете? Они говорят, мы едем, типа, в Бангкок. Я думаю, о, может, сразу махнуть в столицу. Я им говорю, возьмите меня с собой. А там, понимаешь, когда на границу они заезжают, они высаживают тебя, и ты проходишь через сначала пункт малайзийский, потом идешь пешком, вот это межграничное состояние, а потом через тайский пункт проходишь, и на ней еще печать там ставят. Здесь они тебе ставят печать, что ты выехал, а там въехал. А эти быстро, они проезжают там через другую немного дорогу, и они остановились, сразу вышли, им же там, ну, в общем, они быстрее получаются, выезжают. А у меня, за счет того, что я иду вот это расстояние пешком, я проигрываю им, потому что они-то его промахивают. Я им говорю, плиз, плиз, типа, возьмите меня, подождите. Ну, знаешь, я говорю это и понимаю, что либо они меня не понимают, либо их там не будет. Я чувствую, что я не еду с ними дальше. Хотя я пытаюсь объяснить там, да, 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 но я вот, знаешь, прям вот, не знаю, каким-то седьмым чувством, но я чем-то знаю, что. И меня в этой машине после границ уже нет. Интересно. Дальше, значит, я прихожу на малайзийскую границу, мне ставят штамп, ну, до свидания. Я прохожу вот это расстояние, прихожу туда, Тайти ставят, да, въехал, все. И я, представляешь, только выхожу, значит, из этого, вот, уже, ну, мне печать поставили, я выхожу на территорию Таиланда. И я вижу, как эта фура, на которой я доехал, да, она такая, ну, пошла на это самое, на дорогу. Я думаю, ну вот, да, я знал, что это самое, меня там нет. Ну, что, ладно, торопиться некуда, опять, знаешь, день прошел уже такой, к вечеру все. Я думаю, ну ладно, чего, сейчас где-нибудь это, в Квите там переночую. Ну, и иду так периодически там, значит, руку поднимаю, думаю, надо уйти там, за город куда-то. Раз, значит, машина останавливается, парень молодой едет, там, буквально там, тоже 20 километров до ближайшего какого-то городка. И он мне такой говорит, куда? Я говорю, так, куда-нибудь там, называю какой-то там город, да, далеко. Он мне такой говорит, нет, вот 20 километров, я говорю, ну давай, ну поехали. Едем, он так хорошо по-английски, значит, говорит, говорит, вот я там здесь живу, вот там я учусь, там, что-то там такое. Ну так вот, просто поговорили. И он меня спрашивает, ты давно стоишь? Я говорю, да что-то не останавливается никто. И вот у него опять тоже удивление, понимаешь? Для него удивительно, он говорит, ну, типа, ну, типа, мы всегда останавливаемся, мы всегда подвозим. Я говорю, ну, не знаю, наверное, у меня не то настроение, раз не останавливается. Я невидимый, меня не видят и проезжают. Ладно, значит, дальше я выхожу, он меня высаживает вот в этом городке и уезжает. И я так иду вдоль этой центральной дороги и думаю, ну, пока не совсем не стемнело, буду идти, иду. Потом дохожу до какой-то там, уже так надоело мне идти, я думаю, ладно, постою здесь. Начинаю стоять, вдруг слышу какие-то там крики такие. Я поворачиваюсь, оказывается, я остановился у какого-то здания, у этого здания на лавочке на какой-то сидят несколько тайцев. И они, типа, это меня подбадривают теперь, там, машина едет, они, о-о-о-о, типа, руку-руку поднимают. Выше, выше. Потом там, раз машина проехала, они такие, мне рукой там помогали, там, раз машина на 5 лет, они, о-о-о-о-о, она же как-то проехала, значит. Болевщики. А, подожди, а до этого вот какая была ситуация, это я за город уже вышел, вот с этими тайцами. Значит, вот когда я вышел из машины вот с этим парнем, я пошел, ну, то есть, он меня высадил на окраине города, и я немного шел по городу. И я, представляешь, иду по городу, вот опять, да, предчувствие. Я иду по городу, стоит пикапчик, и в кузове пикапчика стоит мотоцикл с такой, с коляской. И парень, который, ну, водитель, видимо, этой машины, закрепляет вот этот вот мотоцикл. И мне приходит, ну, вот, как бы вот... Ощущение. Такой порыв, да, подойти к нему и сказать, подвези. А дальше включается мудрый ум, вот эта логика, знаешь, такая, что ничего невозможно. И у меня вдруг такое, да, чего к нему подходить, где я поеду? А у него девушка там еще сидит, то есть, в местах в кабине заняты, а в кузове пикапа стоит, как этот мотоцикл. И я такой, да чего к нему подходить, куда я сяду, у меня все равно некуда садиться. И я иду дальше, ну, понимаешь, у меня вот прям желание такое, вот это внутреннее, что надо подойти к нему. Нет, я уговорил себя не подходить, мне ехать нечего. В итоге я прошуровал пешком, вот до этого места, где тайцы меня поддерживают. Это я встаю, значит. Так, тайцы помахали руками. Машина, машина, не, аааа, постояли, машина проехала. Помахали руками, машина проехала. Помахали, ааа, и вот они махнут, машут руками, потом мне, ооо, машина, я такой, машина. Потом он говорит, ну, знаешь, короче, время идет, темнеет, значит, никто не останавливается. Ну и в очередной раз, значит, я стою такой, что-то, тайцы что-то там пытаются кричать, что-то мы там с ними переговариваемся. И проезжает одновременно, типа, две машины. Ну и я когда поворачиваюсь, поднять руку, одна за другой, ну, эта ближе ко мне идет, а та за ней идет. Ну и вот эта, которая ближе меня, я поднимаю и вижу, что она проезжает. Ну, а та за ней проезжает, получается. Ну и я дальше стою. Я поворачиваюсь к тайцам, опять им показываю. А они, и вдруг они мне начинают пальцами показывать вот туда за меня. А я такой, видишь, не остановились. И я поворачиваюсь, машина, которая ехала вот вторым рядом, она раздала на обочину и сдает задом. И что я вижу? Пикапчик. С мотоциклом. Представляешь? И я такой думаю, и стоило ли столько идти, когда можно было там сесть. Да. И просто, ну, там, ему помочь этот мотоцикл привязать, там, не знаю, где он там еще был. Ну, то есть, его приличное время не было, я же вон сколько прошуровал-то. Там, может, он там еще куда-то заезжал. И он такой выходит из этого и такой, типа, гоу-гоу. Ну, и мне говорят, типа, я еду, да хотя. Так, городок такой этот самый. И я такой, да, да, ест, ест, ест. И такой думаю, ну, и куда я буду садиться? И он мне такой раз, там, кидает какую-то там эту самую такую подушечку, все. И я сажусь, вот, там же мотоцикл так стоит, а Люлька же только занимает половину, получается. И у меня вот здесь минус. Все. И он такой, ну, а кормлю, я говорю, гуд. Сажусь такой, и все, и мы поехали. И вот, ну, приличный километр провели. Пока мы ехали, я думаю, ну, вот почему? Да, я тренирующийся всю дорогу в осознанности и слушание вот этого первого интуитивного толчка, наплевал на все, вытащил свою и сказал, в этой машине мне негде ехать. Нет места. И в итоге я еду в ней же. Вселенная сказала, ах так, на тебе. Конечно. Ну, в общем, он меня довез до вот этого, до Хатьяя, высадил там и такой, а, и причем, представляешь, что он меня довозит до автовокзала. У тайцев вообще такая вот, сколько раз в Таиланде ездил и с другими разговаривал. У тайцев почему-то, знаешь, вот, заточенность на автовокзал. Если кто-то подвозит, они сразу тебя везут куда-нибудь на автобусную остановку, чтобы ты ехал. Довозь до автовокзала и, значит, все, я думаю, ну, ладно, зайду на вокзал. Захожу на автовокзал. Ну, поговорить с этим парнем не удалось, просто доехал. Да, 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 я ему сказал спасибо, все, он сказал, сори, типа, что, ну, вот, все, я еду, только до этого я, говорит, дальше не ехал. Он с девушкой ехал. Да, да, да. Все, ну, и все, и он уехал. Я захожу на этот автовокзал, смотрю, стоят два здоровых автобуса, на них написано, типа, там, Бангкок, что ли. Я подхожу, и дальше начинается вот интересное тоже, да, вечер, уже поздно, и, видимо, это последние автобусы. И там начинается вот это, знаешь, какая-то спекуляция, видимо. Я подхожу к кассе, ну, я не собираюсь ничего покупать, и, собственно говоря, и денег у меня нет. Но я подхожу к кассе и говорю, а, хау, мальчик, сколько стоит билет на автобус? Кассирша, знаешь, делает так вот это, и мне показывает, типа, иди вон туда. Я иду к водителю автобуса, и говорю, сколько стоит билет? Водитель тоже так делает, типа, иди туда. В итоге так, в сторонке стоит такой молодой, такой вот весь крутой парень, ну, танец тоже. И я к нему вот хожу, говорю, типа, Бангкок, тикет. Он мне такой, типа, там, тысячу, тысячу бат. Вот, ну, а вот я как помню, где-то там я смотрел, ну, бат 600, что ли. Ну, то есть он, получается, в два раза задержался. Я говорю, сколько? Он говорит, я говорю, да, я говорю, это дорого. Он говорит, ноу. Я говорю, а завтра утром сколько будет стоить? Ну, он там 200 сбавляет, например, бат. И говорит, ну, завтра утром вот будет стоить. Я говорю, ноу, это экспенсив, дорого. Вот. Ну, и он такой говорит, ну, ладно, хорошо, типа, только для тебя и завтра утром. Сегодня только вот тысячу я не снижу. А вот завтра утром, значит, ну еще 50 там сбросил. Я говорю, угу, окей, сэнки, до свидания. Ну все, в общем, я пошел, я думаю, ладно, я сейчас пойду переночую, а завтра выйду на трассу и буду опять стоп ловить. Ну и я иду. А что ты возбущался? Все, он уже денег-то нет. Так я же тебе просто говорю. День, ты искренне возбущался? Да, ну а что? А что он тут торгует, да? Да меня удивило, я думаю, ничего себе, я знаю, что там вот кто-то там до этого рассказал, там же через хотей ездят постоянно в этот визу, чтобы продлять, и там стоят все это копейки. И вдруг он такую цену заламывает, я думаю, ничего себе, вообще. Ну ладно, значит, я пошел, иду, прохожу, значит, это, и там какой-то, ну в общем, сидят водители маленьких таких автобусиков. Вот, я прохожу, они мне такие «hello», я «hello», они мне говорят, а они думают, что я прошел мимо автовокзала, и они мне говорят «но, bus station там», я говорю «но bus station», они говорят «а, типа railway station, но железнодорожный вокзал, это, говорит, вот туда». Я думаю «о, точно, на железнодорожном вокзале я еще не буду, пойду, прогуляюсь в железнодорожный вокзал». И мне мысль пришла, понимаешь, как они автовокзал, там лавочки такие, ну вот, если такие, в общем, ну не поспишь. И потом я, когда вот вернулся снова увидел, они его закрывали. Я думаю «подумаешь, международный вокзал, и там где-нибудь на лавочках посплю». Подхожу к железнодорожному вокзалу, а само здание тоже закрыто, а рядом со зданием стоят такие бетонные лавочки. Я думаю «ну ладно, сейчас спальничек достану и посплю здесь». вот. И вдруг вижу, там в самом вокзале, около двери, закрывает двери какой-то там дядя, я к нему такой подхожу и говорю «неба, а можно я туда спать?» Он такой говорит «нет». И говорит «а ты куда едешь?» Я говорю «я никуда». Он говорит «ну, а зачем тебе вроде как вокзал?» А я говорю «ну, тогда туда Бангкок». Он мне такой говорит «сейчас я тебе покажу». Ушел, приносит листочек такой, на листочке пишет значит «поезд там в шесть там тридцать». И он мне говорит «но, но мани». Я говорю «поезд но мани?» «Да, да, ест». Я такой думаю «ну такого». Я говорю «но, такого нет». Он типа «приходи вот в шесть тридцать». Поможет. Вот. Я думаю «как это поезд?» Я говорю «но». Он такой «фри, фри». Типа «поезд фри». Я такой «тикет». Он говорит «но, фри». Я говорю «ладно, хорошо». Ну я пошел, никуда не уходил, лег вот на этой лавочке там бетонной, значит проснулся утром. Люди там, знаешь, уже там с пяти даже, может, раньше уже все к вокзалу там тусуют. Я захожу, сидит этот мужичок, ну я не знаю, кто он там, сторож или что. То есть тот же вчерашний? Да. Я к нему подхожу, я говорю «фри», а он такой заулыбался. Ну вот он, короче, пошел и приносит мне это самое. Билет. Билет, да. Но я не знаю на самом деле. Заплатил, не заплатил, непонятно. То есть он зашел там что-то с кассиршей, хи-хи-хи, принес, значит, мне дают эту самую бумажку. И показывает мне вот там, пятая там или какая-то платформа. Все. И мне пишет название города, до которого доехать. Я сначала думал, что, ну, может, билет до этого города, там все там. Потом оказалось, что этот поезд идет только вот до этого, до Чумпона. Вот. Видишь, цепочка таких вещей там, показали в сторону железнодорожной станции, пошел, кто-то закрывал. Вроде такое маловероятное сечение обстоятельств, то в результате доезжаешь. Знаешь, что потом выяснилось? Выяснилось то, что на самом деле вот этот вот билет, хотя я ехал почти там целый день, там в 6 выехал, часов в 5 только вечера приехал, ну, почти целый день ехал, да. Вот это расстояние, ну, в Таиланде реально дешевые поезда. Вот это расстояние стоило, вот от Хатьяя до Чумпона, билет на ЖД в поезде, там стоит 78 бат. Ну, это примерно 78 рублей наши. Это я потом уже узнал, когда я там познакомился чуть позже, там в другом городишке с ребятами из Сургута, парни с девушкой были. И они говорят, а мы, говорит, катаемся, говорит, на поездах, здесь поезда очень дешевые, можно, говорит, полстраны проехать. Ну, они, говорит, вот мы, говорит, ездили, говорит, визу продлять, проехали от Хатьяя до Чумпона за 78, потом там от какого-то городка до Бангкока, что-то около 90 тоже бат, ну, тоже весь день едешь. Ну, в сотку вот такое, большие расстояния, день едешь и... Кресло удобные, поезда удобные? Или как и наши электрички? Обычные, как и наши электрички, да, только все окна открыты. Ну, виды хорошие. Да, да, мне очень нравится, знаешь, едешь, любуешься, наблюдаешь за своим дыханием и за своими ощущениями в теле. Все, в общем, добрался я до этого Чумпона, пошел гулять по городу. Вот зашел, смотрю там это туристическая такая-то, какая-то контора, я захожу, там девушки сидят тайки, я им говорю, дайте мне карту. Они мне дали карту, что-то там поулыбались, они мне говорят, вот если вот так пойти. Ну, в общем, в итоге я вышел к морю и потом несколько дней я двигался так. То есть я ночевал на пляже и двигался там, как получалось, там вдоль моря, либо где-то выбирался на дороге. Ну, практически, без всяких, практически, больших автостопов. А к чему шел? Я двигался дальше на север, то есть в сторону, я не в Бангкок собирался, я вот туда двигался на север, чтобы вот прийти в точку самую северную Таиланда. Вот, то есть несколько дней получалось, я двигался, двигался, двигался. То есть иногда по побережью, иногда по дорогам. Да. А почему бы выбор, почему либо по побережью, либо по дороге? А если мне непроходимость побережья была, то мне приходилось. Ну, мне все-таки предпочтительнее по берегу почему-то. Да. А почему просто красиво? Ну, конечно. А что мне куда спешить было? Я же отдыхающий плюс соединяющие физические нагрузки. Ну, несколько дней шел, опять как кормился, опять манго. Ты знаешь, кормился я, а не сделал я фотку, кормился я кокосами. Вот в Таиланде я освоил очень интересный вид трудовой деятельности. Значит, там вдоль побережья, почему опять же вдоль побережья? Вдоль побережья очень много растет пальм. Кокосы падают, да. Дальше твоя задача. Кокос, он же не сразу такой, как у нас там в магазине, сразу раз там стукнул его и разбился. Он в таком, там, тоже у меня видео есть, я как раз там показываю, как это вот. В общем, я находил кокос, обдирал вот эту вот шкуру сверху до толстой кожуры. Дальше проковыривал дырочку. А чем проковыривал? Там же уже сложно проковырять. Нет, там есть сверху три отверстия, которые вообще можно палочкой любой проткнуть. Вот так берешь, тык, и все проткнулось. Дальше выпиваешь воду, потом ищешь какой-нибудь камень, разбиваешь об него кокос, и дальше вот это уже вот такая белая жидкость. Но там уже, когда ты выпил этот кокос, ты уже сытый, потому что жидкость сама по себе. Сладкий? Ну, сложно сказать, сладкий, не сладкий. Не сладкий, специфический. В общем, ты начинаешь, когда есть кокос, ты даже не можешь съесть его целиком. Он не очень вкусный, по-моему. Он очень вкусный и очень сытный, он прям жирный такой. Вот одного кокоса мне хватало надеть. Единственное, что мне не хватало попить, приходилось там второй кокос открывать, чтобы еще попить. А вот так вот попьешь, а потом целый день вот этот кокос ешь и просто переедаешь, да? Находишь второй, чтобы просто еще попить. Да, выковыриваешь эти кокосы, но на завтра у тебя уже есть подвяленый кокос. Все, поэтому вот в Таиланде вообще никаких этих самых проблем. Это первый вариант. Второй вариант. Если ты встречаешь по дороге монастырь буддийский, ты можешь в него зайти, тебя там всегда накормят. Если ты попадаешь вообще в первую половину дня до двенадцати, у них там монахи до двенадцати только едят, после двенадцати они едут. До двенадцати вообще ты приходишь, и они тебя вообще просто кормят и воду дают, прямо в бутылках они дают. А если ты придешь в неурочное время, ну найдешь, если кого-то, то они тебя тоже покорят. Уж рис с какой-нибудь там добавкой они всегда дают. И воду. Водой тоже всегда поют. Вот. И чего? А, стоило мне выйти куда-нибудь на дорогу, только я выходил, они сами останавливались. То есть я выходил, ну и гулял, я гулял, да, я наслаждался жизнью. А машины сразу останавливались и продвозили там. Купался? Десять километров, ну да, практически не вылазил. Вот. Ну и, собственно говоря, дальше. А не перегорожены берега, как пляжи не разгорожены, там между отелями? Нет, там вот, вот это расстояние, которое я вот здесь шел, понятно, что там, где вот эти вот зоны туристические, там, то я не помню, по-моему, тоже ничего не перегорожено. Ничего там не перегорожено, эти ставят просто лежаки платные, потом их вечером убирают. А так идешь, шел, шел, шел. Знаешь, в Тигры, если было что-то непроходимое, я сразу выворачивал все. А что было непроходимое? Что там может быть? Гора какая-нибудь? Ну да. Какая-нибудь скала начиналась, которую не обойдешь оплывать, куда рюкзак девать. На голову он очень тяжелый, не привяжешь, поэтому приходилось куда-то подходить. Вот, в общем, таким образом я практически добрался вот до... Сейчас увеличу. Увеличил? Да. Ну вот, смотри, вот Таиланд – это желтое впереди моего пальца пошло, вот зеленая – это была Малайзия, а это вот пошел Таиланд. И видишь, он идет вдоль вот всего этого Сиамского залива, идем, идем, идем. И вот Бангкок вправо пошел, а я ушел чуть влево. Так, что у нас есть на фото, посмотрим. Таиландские деньги. Да, Таиландские деньги. Ну, в общем, знаешь, на тот момент, когда я там был, курс был примерно как наши рубли. Один к одному, как рубли? Да, ну плюс-минус там где-то. То есть вот 50 рублей, это, по-моему, двадцатка и это сотка, то есть вот примерно. Но содержимое покупки на эти деньги в Таиланде намного больше. То есть, ну вот по билетам я сказал, да, то есть на 78 бат, на наши 78 рублей проедьте с 6 утра до 5 вечера по полстраны. И по продуктам тоже, знаешь, там, ну я какие-то вещи там сравнивал, так вот интересно было, зайдешь такой, там, в магазин просто ценники посмотришь, думаешь, ой, интересно как. Какие-то достопримечательности интересные не посещал походу? Только природа и храмы буддийские, природа и храмы. Море, песок, небо красивое. А храмы какие попадались по дороге? Сейчас посмотрим, что там еще есть из фотографий. А, ну а это уже все. Это я вот здесь вот, когда добирался, это на Самой. Где-то я на Самой, остров Самой есть такой. Угу. То есть ты там еще и на островах каким-то образом попадал? Да. Не только по побережу Шоу? Нет. Ну, в общем, смотри, значит, еще по Таиланду, что бы хотелось отметить. Была интересная встреча именно с тайцем. Я познакомился с тайцем, его зовут Одисак. Ну, вот. Вот, например, один из храмов, видишь? Угу. Если туда наверх подняться, там вот сверху статуя Будда. А здесь вот храмовые эти самые комплексы. Можно там зайти, поклониться там статуе Будде. Тоже, видишь, вот храмовый комплекс. Угу. Всем Будду поклонился. Ну, собирал силу всех храмов. Вот побережье. Вот, видишь, например, вот идешь, да? А потом раз, и вот камни. Ну, вот куда, как ты пойдешь? Все, значит, надо выбираться куда-то на трассу. А трасса недалеко обычно. Ну, господи. Расстояние относительно. Далеко-недалеко, если ты едешь, то это сам. Ну, вот, видишь, вот, чтобы, например, на остров попасть, можно с кем-нибудь доплыть. Захватил, конфисковал. Дали посидеть, скажем так, за рулем. Вот был опыт, видишь, змеюку дали подержать. Да. Причем, смотри, далее, ну, сказали. Здоровое. Сфотографироваться. Можно сфотографироваться? Можно. Положили на плечи. А потом говорят, бери своей рукой. Вот, видишь, как он держит его. И держи его. И тут у меня, посмотрю, у меня, видишь, какие глаза испуганы. И тут мне вдруг мысль пришла. Я же не знаю, насколько сильно надо давить. А вдруг не додавлю. Он откроет рот и укусит. А вдруг передавлю. Обидится. Вообще это самое, да, как сожмет меня. И я этому говорю. Нет, я вот лучше вот здесь удержу. А ты сам держи. И в итоге получилась картинка. Мы вдвоем держали. Да. Он ему вещь держит морду, чтобы он не открыть. И на меня так удивленно смотрит. А я стою и думаю, так, быстрее бы все это захочем. Ну и как на ощущения резиновый шланг? Ну он такой, знаешь, нет. На самом деле он холодный, да. Такой вот какой-то очень, как бархатный на ощупь. Похоже. И очень мягкий. Вот прям, знаешь, как будто какая-то плюшивость такая. Вот его берешь, как будто он там это самое. Прям раз и сейчас провалится. Угу. Не шипел? Ну как шипел? Ну смотри. Заткнули. Да. Еще в этом… Заткнули на лбу там такое. Слушай, это я как раз, когда был в Таиланде, я попал там в апреле месяце, у них Новый год. Санкра называется. И в этот день они все обливаются водой, видишь, я весь мокрый он. Угу. И мажут друг друга каким-то порошком. Зубной пастой. Нет. Какой-то порошок такой, знаешь, типа талька какого-то. Они его с водой разводят и мажут. И вот идешь по улице, вот видишь, вот я шел по улице, ко мне талька подбегает, раз, в такой тазик, ведерко руки вымазала, и меня вот так вот раз, и вот так вот. По лбу. Тут же взяла ведерко, раз, вот так водой. Дальше иду, с другой стороны раз, дети бегают с такими водными пистолетами там, брызгаются. Кто-то ездит на машине с таким чаном с водой. И с машины вот так вот всех поливать. А вода уже смешанная с тальком? Или… Нет, вода не смешанная с тальком, они мажутся, да. Они в воду бывают, знаешь что, лед добавляют, чтобы больше было впечатлений, да, раз тебя облили и ледяной водой. Ну что там, там жарко же, классно, а тут когда ледяной водой, на какое-то время как бы так… Ну и в общем, ты можешь убегать, тебя будут догонять обливать, а можешь спокойно, вот идешь, они тебе навстречу, ты останавливаешься, тебя обливают, зашилор отлиют там, на голову льются, да, мажут тебя. И ты не бежишь, азарта нет, они говорят, ну вроде как все. А если убегать, азарта догоняют. А если убегать, они тебя ведут, с ведром догоняют. Им интересно. А блин, все равно, блин. Поэтому, знаешь, я просто шел так спокойно и останавливался, ну вот. Но в этот момент, понимаешь, например, если у тебя там есть паспорт, телефон, фотоаппарат, все это нужно хорошо запаковать в какой-то пластик, чтобы оно никак… помесил иной год. Севернее там от Бангкока. Да, все, фрукты пошли. Про фрукты сейчас чуть позже расскажу. Значит, познакомился я вот с этим Одисаком, и он пригласил меня к себе на несколько дней пожить. Живет он практически на самой вот туда далеко северной оконечности Таиланда. Таиланда живет с родителями в большом таком двухэтажном доме. Но я думаю, что это богатая тайская семья. У них там во дворе несколько машин стоит. А как же ты с ним познакомился? Дом очень такой большой и огромный. Как я с ним познакомился? Ты так печально вздохнул. Нет, я просто вспоминаю картинку, в каком месте я сидел. Я сидел на железнодорожном вокзале и разговаривался с человеком. А он возвращался как раз из Бангкока с Таиланда. Из Бангкока с работы. И подошел, видимо у меня было какое-то грустное лицо. В общем, он мне подошел и говорит, типа, у вас все но проблемы. У нас в Таиланде все счастливые, а тут один сидит несчастливый из России. У меня все хорошо. Ну и потом мы начали разговаривать. Он говорит, типа, говоришь по-английски? Да. И я смотрю, он хорошо по-английски говорит. И начал разговаривать. Он там, я вот это, это ты. А я говорю, я вот путешествую, хочу там вот север посмотреть. Вот. И он говорит, ну вот я могу пригласить тебя в гости и показать вот этот вот север. В итоге я у него прожил несколько дней. Он мне показал все окрестные храмы. Опять, понимаешь, были храмы в Таиланде, что смотреть. Самого большого Будду в каждом городе. И самые красивые джунгли там, леса эти. Ну и храмы буддийские. Все окрестности объехали, значит. Потом мы с ним там вместе, ну, он мне там знакомил с тайской кухней, рассказывал, как там, что называется, как там, что готовить. Ну, угощал там всякими тайскими блюдами. Ну, в домашних условиях, никаких там ресторанов. А потом он меня отправил там на самый север, почти на границу уже с Мьянмой. Он сказал, что там есть храм, который обязательно нужно съездить. Потому что, если ты туда съездишь, у тебя там вся карма сотрется. Ты получишь силу там всего мира. И, в общем, все в твоей жизни будет здорово. Вот. И в итоге он меня, значит, посадил там на автобус и отправил вот к этому храму. И там получилась такая история. Я проехал немножко, ну, в общем, да, я проехал чуть выше этого храма, где надо было выходить. И из-за этого я, ну, как бы потерял время. И пока я до этого храма опять спускался, день уже закончился. И я пришел в этот храм, поклонился там всем Будам. Ну, там, что-то он мне сказал, сходи сюда, потом сюда, потом здесь, здесь постой, здесь вот так постой. Ну, в общем, я сделал все, что он мне сказал. И все, а солнце уже садится. И я такой вышел на дорогу, транспорта вообще нет. Я там заговорил с тайцами, они говорят, а у нас это, а это, ну, в горах высоко, получается. Они говорят, у нас, как солнце садится, уже никто не ездит. Ну, потому что темно, а дорога такая, знаешь, горная. И уж тем более никто не ходит, да, по этим дорогам. В темноте-то машина будет ехать и тебя не увидит. Я думаю, а что же делать-то? А там городочек какой-то такой небольшой. Ну, и я думаю, ладно, а вот этот храм, он такой какой-то открытый, вот эти Будды. И там в углублении, я так понимаю, что там эти монахи живут. Я думаю, ну что делать, делать нечего, пошел к монахам. Я же не буду на улице спать. Холодно, в горах холодище, чувствую холодно, думаю, я замерзну. А если еще роса выпадет, я вымокну. Хотя, знаешь, мог бы лечь и спать, наверное. Но ум сказал, нет, спать мы не будем на улице, мы пойдем к монахам. Я захожу, значит, а у них там какой-то праздник был, значит, в этот день как раз. И у них там куча каких-то людей гражданских, не монахов. Они там что-то ходят и уже все собирают, все закончилось. Я такой подошел, сел такой, сижу. Идет монах, я к нему подхожу и говорю. А там лавка такая деревянная стоит, прямо на проходе. Я к нему подхожу и говорю, могу я спать здесь? Он такой, типа там есть гостиница, я им говорю. Ну а Маня, он такой, окей, ушел. Потом идет обратно, я ему опять говорю. Мне показалось, что он там, типа, главный. Я ему говорю, могу я спать здесь? Он такой говорит, типа, один момент, подожди, значит. Ну я села такой и сижу, думаю, все, мне же уже разрешили. Если что, они пусть тут ходят, а я лягу и буду здесь спать. В общем, праздник этот закончился, они все там убрали. Все как-то разложили, гражданские все ушли. И он мне такой говорит, идем. И он меня заводит в храм, ну вот где они там службу проводят. Дает сыновку, плед такой. И мне показывает, вот здесь, типа, ты можешь спать. Только утром, значит, он мне говорит, там в пять, что ли, или пол пятого. Ну показал, что здесь будет, типа, монахи придут, тебе надо будет на улицу выйти. То есть не совсем там валюты. Потом там принес мне чаю попить. Сказал, вот, может чай попить и вот здесь спать. Ты прямо с Будды переночевал, можно сказать. Я прямо в алтаря спал, да. Силу всю собрал, всю карму почистил. Ну и все, а на утро я потом такой просыпаюсь. И вот, ну, первый, короче, заходит там, который начал свет включать. Ну как, знаешь, я для себя решил, смотритель пришел. И он такой со мной поздоровался, я с ним поздоровался. Он мне показал, что вот там вот кипяток, там типа чай можно попить. Я ему сказал, ну все хорошо. Ну и все, и потом это самое. Ну, собственно говоря, все. Таиланд, мы уже на границе Мьян, поэтому мы на этом заканчиваем. Ты вернулся-то куда? От храма-то? Ну, я поехал дальше вниз, вернулся я в Бангкок. А, так ты еще в Бангкок вернулся? Да. Я потому что... Я же сейчас начну дальше говорить, что дальше было, а ты начнешь провокационные вопросы задавать. Я, короче, вернулся в Бангкок и снова поехал в центр Випассаны на десять дневку. Опять? Да. Ты сейчас скажешь, ты же уже был в Австралии. Ты же уже был в Новой Зеландии. И в Индонезии. И в Индонезии, и в Таиланде, в центр Випассаны. Вот, и я поехал в Таиланд, в центр Випассаны, а уже там познакомился с человеком, который мне помог добраться из Таиланда в Россию. А как помог в Россию? Как летел в Россию? Просто купил билет и я полетел в Россию. Прямо в Омск? Нет, почему? В Москву. В Москву? В Москву. А дальше уже пешком от аэропорта до сюда. А дальше уже все было очень просто. Как-то мы с тобой очень быстро завершили твое путешествие. Нет, мы не завершили путешествие. У нас же еще есть там ряд видений. Да, да. Ну, последняя серия Океании будет, да? Ну, может и не последняя, мы посмотрим. Может еще что-нибудь найдем, что рассказать. Может какие-нибудь специфические сделаем видео. Как сделать визу или еще что-нибудь. Как сделать все визы мира. Вот этот момент, как человек, как тебя нашел. Вот, сейчас я расскажу еще про фрукты. Чуть важный момент. Нет, это не важный момент, потому что человек просил оставить его инкогнито. Вот. Я уважительно. Я не понимаю почему, да? Но, знаешь, есть меценаты, спонсоры, которые хотят, чтобы там их имя с золотыми буквами было написано на всех храмах мира. А есть такие, которые не хотят знать, которые вообще даже не хотят называть там свое имя. Ну, тоже совершенно случайно встретился. И говорят, что это не важно. Ну, вот как вот этот вот, который из Венесуэлы сказал, знаешь. Про фрукты еще расскажу, да? Про тайские. В Индонезии я сказал, но по сути своей вот этот змеиный фрукт, он и в Таиланде есть. Но вот я его там не встречал настолько часто, там пару раз только. Значит, в Таиланде и вообще в Юго-Восточной Азии очень много фруктов, которые необычные, экзотические для вообще там России. Если они у нас и продаются в магазинах, то это там цена какая-то там большая, да? И они в каких-то там единичных количествах продаются. А вообще в Таиланде они могут стоить там копейки. И я отобрал ряд фруктов, которые реально мне нравятся, да? Которые я люблю. Вот это вот драконий глаз. На самом деле сначала я думал, что ну это фрукт такой, который растет там на деревьях. А потом, когда я увидел, как он растет, я был очень удивлен. Ты знаешь, на самом деле это, мне кажется, разновидность некой кактуса. То есть это вот такие вот кактусовые стволы, и на них на конце кактуса получается вот такое соцветие. Да. Удивительно. То есть там действительно колючее это растение? Ну, сама зелень, а плод-то нормальный. Но зелень с колючками. Слушай, я не помню. Кактус есть. Ну, знаешь, кактусы какие, вот такие вот как… Ну, не разные будут. Ну да, не такие вот как. Ну, понятно. Такими вот. Но вкусные. Вкусные. Вот этот, да, фрукт очень обалденный. Ну, вот мне. Некоторые говорят, он какой-то безвкусный. А мне очень нравится. Он сочный. Мякоть такая удивительная какая-то. Кисло-сладкая. Такая вот. Ты пробовал? По-моему, да. В Таиланде, по-моему. Да, да, да. И плюс вот эти вот семечки черненькие, они когда попадают, они так, знаешь… Похрустают. Да, да, да. Плюс говорят, что этот плод очень полезен для того, чтобы… Ну, в общем, он активность в телу дает. Потом там в нем куча каких-то минеральных веществ. Куча каких-то там витаминов. Ну, в общем, знаешь, его надо есть там тазиками. И будет вам счастье. В общем, в храмы нужно ездить на север для того, чтобы стирать карму. А для того, чтобы быть супер здоровым, надо есть экзотические фрукты. Там, я не знаю, тазик или корыцами. Вот этот плод называется ланган. Вот эта кожура очень плотная. И ты знаешь, она очень смоленистая, когда ее чистишь. Внутри это такая вот косточка, а на косточке белая такая мякоть. На что она похожа? Да не знаю, ни на что она не похожа. Необычная она какая-то. Не опишешь вкус, пока ты его не попробуешь. На вид-то как картошка. Да, на вид как картошка, но внутри это все-таки фрукт считается. Но у меня есть подозрение, что этот фрукт растет на хвойных деревьях. Потому что он реально смоленистый. После чистки остается прям вот смолан. И он пахнет даже так. А внутри очень вот эта белая... Ее мало там. Она вот такая косточка. И вот мало-мало-мало этой вот мякоти. Но вкусная. Но вкусная, да. Тоже там куча каких-то микроэлементов, витаминов. Вот. А вот эта очаровашка называется рамбутал. Почти как рамбутанка. Там сейчас дальше еще один есть. Он такой лохматенький. Вот он один, видишь, у меня вот в руке. То есть вот эти лохматки такие, знаешь, очаровашка. Значит, кожура тоже снимается. И внутри тоже получается такая белая мякоть. А в ней в центре косточка. И говорят, что эти вот ценители, которые повара, мастера там кухни, они говорят, что рамбутан нужно есть. Вот эту мякоть надо съедать так, чтобы не коснуться косточки. Потому что если ты коснешься косточки, то вкус мякоти смешается с косточкой. И ты не почувствуешь всей прелести. А он такой, знаешь, сладковатый и приятная мякоть. Вот это на ощущения вот чисто касательные. Но вот что интересно. Оказывается, косточку, если вот в лангане до этого, который как картошка, косточка несъедобная, то эту косточку можно есть. И она, знаешь, на вкус, ну вот как орех какой-то. И я для себя тоже точно понял, я согласился с мастерами кухни, что, знаешь, надо вот мякоть съедать отдельно, а косточки, ну, откладывать, откладывать, а косточки потом отдельно есть. Тогда получается там орехи, а здесь вот это вот нечто такое, знаешь, как десерт какой-то. Вот. Ну и все. Это последнее было. Это вот про фрукты вкусные. Ну и когда улетал в Россию, ощущение было, что вот он конец путешествия, что чувствовал, если помнишь, что чувствовал, а то может засыпал там. Ты знаешь, опять какое-то ровное такое состояние на самом деле. Типа ну возвращаюсь, возвращаюсь. Ну, в общем, да. Типа не жалости, что побольше бы попутешествовать. Знаешь, удивление появилось уже в России. Вот в России, когда в Россию прилетел, у меня возникло на какое-то, на небольшое время удивление. Удивление, состоящее, знаешь, в чем? Как? Уже все? Так быстро? Да. Жизнь уже закончилась? Все? Причем жизнь закончилась? Не может быть. Я думаю, перед смертью такое же удивление. Все? И это было все? Ведь я только что вышел первый раз на дорогу и поднял руку там по Домскому, да? И вдруг я уже все, вот, здравствуй, Россия. Вот этот момент был, но это уже было вот в России. А как тебе показалось, энергетическая аура Москвы, если так выразиться, после почти годового отсутствия, что ты почувствовал? По-моему, ты что-то рассказывал про то, как выглядели деревья, машины, Москва, некий такой переход. Слушай, я не помню. Я знаю, что меня встретила моя хорошая знакомая на машине. Я вышел такой и смотрю, солнца нет, моря нет. Все серое. Красок ярких нет, все серое, прохладно как-то так, некомфортно. И вот она звонит по телефону и говорит, Саша, я уже еду, еду, еду тут на подходе. Я думаю, да давай уже быстрее. Я уже замерзаю тут. Ну все, я сел в машину и поехал. Ну и что, а что я говорю про деревья, слушай, я не помню. Ну что такое, что серое, пыльное. Ну контраст вот очень был. Вот мы даже фотографии, когда там смотрели, да, в Индонезии яркие такие краски. В Таиланде тоже, но там нету такой вот прям вот сильной такой яркости. Но там тоже все зеленое, да, небо голубое, солнце постоянно, солнце, 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 солнце. А здесь как-то раз так и схлопнулись все краски, как будто, знаешь, смыли все краски и остался только один серый цвет. Все, и у меня, знаешь, как бы получилось так, я вышел, сел в машину и мы поехали к ней домой. Все, мы приехали. А, ну и потом МКАД я видел. Мы приехали, а она живет так, у нее из окна видно этот самый МКАД. И мы сели, общаемся, все, я так в окно смотрю, и МКАД такой весь, куча-куча машин, все, фары, машины как еле двигаются. И так смотришь, знаешь, как будто это не дорога и отдельные машины, а некий живой такой организм. Ну вот он какой-то такой вот серый такой, смотришь, что-то движется так. Ну и как бы долго в себя приходил после того, как приехал или как-то легко влился, вписался? А во что приходить-то надо было? Ну, в обычное состояние. То есть удавалось ли удерживать то состояние, которое было в путешествии дальше? Ты знаешь, я до сих пор еще думаю, что я не разложил по полочкам всего того, что я получил в путешествии, потому что, ну реально, да, это путешествие было для меня очень мощным и длительным по времени, и объемным по содержанию, и проработкам, тренингам. И я вот думаю, что до сих пор происходит такое догоняние каких-то результатов, осознаваний, иногда я вдруг начинаю замечать, что во мне произошли изменения, которые я сразу не отследил, да, то есть я начал как-то по-другому реагировать на какие-то ситуации, я стал более спокойным, там, не знаю, уравновешенным. Но вот сейчас я опять какие-то фразы, слова подбираю, которые могут абсолютно не выражать тех переживаний, которые реально были, и тех результатов, которые я реально достиг. Однозначно, да, изменения произошли, там, мощные, глобальные, себя до сих пор в чем-то не узнаю, уже сказал, да, и догоняю, 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 и вот там записываем видео, отвечаем на какие-то вопросы, и еще что-то доходит, и еще что-то там всплывает, практические аспекты, философские аспекты, мистические аспекты, духовные, нематериальные, тоже в том числе. В общем, жизнь продолжается. Понятно. То есть Таиланд у тебя был на закуску под конец фактически. Экзотик. Люблю Таиланд. И у нас тогда останется с тобой только по морям, по океанам, да, видимо, записать, каким образом ты умудрялся... Не важно, как что останется, и это тоже, у нас много чего еще осталось. Хорошо, но я имею в виду, чтобы закончить цикл этих лекций по путешествию, именно касательно самого путешествия. Ну, возможно, мы еще сделаем философские аспекты данного путешествия. Не знаю, может быть, сделаем какие-нибудь там практические уроки, как собрать рюкзак. Да, ну это другие идеи. Ну, а в целом, вот чисто сам маршрут, путь, встречи, коммуникация с людьми, какие-то населенные пункты, некое движение на машинах, на пароходах, самолетах. Вот об этом мы практически уже все рассказали, обойдя вокруг света за 9 месяцев. И вот оглядываясь на все это путешествие, что ты сейчас чувствуешь? Вот прямо сейчас, стоя здесь, подведя какого-то мысленным взором. Ты знаешь, я вот в данный момент как раз говорил фразу, да, и таким образом мы завершили путешествие вокруг света. И дальше я сказал последнюю фразу, за 9 месяцев. И как только я сказал за 9 месяцев, у меня возникло некое ощущение, и ты задал вопрос, что же ты чувствуешь, и я тебе отвечаю. На фразу 9 месяцев я почувствовал ощущение ребенка, который только что родился в эту жизнь. Классно. И мне остается только пожелать удачи, или у тебя есть еще вопросы? Да, и чтобы ты пожелал тем, которые захотят совершить что-то похожее. Вслед за тобой. Ты знаешь, я вот уже не помню, я говорил это в видео на камеру, но я повторял это уже много раз. Сначала, первое, было как, я просто давал информацию, говорил людям. Это здорово, это классно, это просто путешествовать. Это куражно, это вообще нужно, полезно, да, и это меняет человека. Да, надо, надо путешествовать. Потом в какой-то момент произошло осознавание, что не всем это нужно. Почему? Потому что любое путешествие дает некую опасность. Опасность заключается в чем? В том, что люди, посмотрев, как получилось у меня путешествие, могут подумать, ха, это просто, и отправиться в путь. Но опасность состоит в том, что каждый из нас индивидуален. Каждый из нас имеет свой запас скрытых, да, каких-то наработок, ну так скажем, кармический какой-то там багаж. Ну, своих страхов, скажи проще. Ну, хорошо, пусть будет, своих там страхов, комплексов каких-то, и в зависимости от этих страхов и комплексов, его путь будет выстраиваться индивидуально под него. И, возможно, гораздо жестче. Вот. А может мягче. Об этом я и хотел сказать, да. И не, вот я прошел так, это мой опыт. Другой пойдет, на него могут все шишки сыпаться. А третий пойдет, его вообще там, знаешь, я не знаю, как короля пронесут везде, провезут, и у него будет комфорт, он никогда не будет там на лавочках ночевать, на пляже. И ты к чему идешь, что нет никаких гарантий? Нет, я веду к тому, что индивидуально под, под каждую индивидуальность будет складываться его путь. И поэтому нужно, прежде всего, конечно, обращаться, отправляется или не отправляться в путь. Это зависит от каждого из нас. Надо обратиться к своей интуиции и послушать, это мой путь или не мой путь. Знаешь, кому-то суждено путешествовать, и он будет получать опыт. А кто-то может отправиться не своим путем, исполняя не свои желания, и сломать себе. Ну, интересно, что ты отправился в путь для того, чтобы лучше слушать себя и слышать себя. Для тебя это был путь услышания всего у себя. А другим ты говоришь, что вы к себе прислушаетесь и напрямую отправиться в путь. Ты знаешь, у нас все равно, учимся мы слышать или не учимся мы слышать. Есть, вот как я рассказывал, да, я знал, что мне нужно было подойти к человеку, и я поехал в этом автомобиле с мотоциклом. Я знал, что я не поеду с этими ребятами, вот тайцами до Бангкока. Вот это, скажем так, ясно знание, но в каждом есть. И во мне было знание изначально, когда я отправлялся в путь, что, ну да, я чувствовал это мое. А когда это не мое, мы тоже это знаем. Мы знаем, что это не мое. Но в крайнем случае можно просто поэкспериментировать. Сходить на небольшое расстояние и послушаться к себе. Можно. Кстати, да, стали же поступать какие-то там письма, сообщения. Один парень написал там, что, о, я решил попробовать, да. Вот у меня были выходные, я съездил в соседний город. О, супер, я поэкспериментировал, что такой автостоп мне понравилось. Там, в следующий, когда у меня будет отпуск, там, в следующий, я поеду там на более дальнее расстояние. Да, то есть можно пробовать, экспериментировать. И у вас все получится. И, наверное, важный момент, в любом случае вы вернетесь уже другими. Ну, да, я уже сегодня несколько раз об этом говорил. Путешествие – это еще одна, кстати, опасность, да. Человек отправляется в путешествие и такой, да, я не хочу меняться, я просто хочу… Различься. Да, так вот, проветриться, прогуляться. Но, помните, что вы вернетесь абсолютно другими. Впрочем, если останетесь на месте, то тоже будете меняться, может быть, не с такой скоростью. Ну, и не так заметно. Да. Все течет, все изменяется, и это тоже пройдет. Угу. И эта истина имеет вековые корни. Ну что, удачи вам. Да, давай. Удачи мне. И до встречи, пути. Да, удачи всем. Субтитры создавал DimaTorzok